Доброго времени, дорогой слушатель! У микрофона Костя Суханов. Многие долго ждали продолжения этой серии, серии «Сибирские рассказы». И я с удовольствием приглашаю вас вновь в тайгу, в староверческий скид, навстречу золотоискателям и... ну, все сейчас узнаете. Эта часть моего выпуска не совсем обычная, потому что это даже не рассказ, а целая повесть. Поэтому усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Осталось всего лишь напомнить, что все рассказы серии вы можете прослушать в отдельном плейлисте на YouTube-канале «Актер Костя Суханов». Добро пожаловать! Также обязательно присоединяйтесь к моему каналу в Телеграм. Кто знает, что будет с Ютубом. Телеграм работает всегда. Все книги там есть. Не будем откладывать. Тайгу, друзья! Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк Повесть «Пир горой» Над озером увек спускался весенний вечер. Скиты стояли на правом, высоком берегу, в тени векового бора, от которого потянулись длинные тени. На низинах и по оврагам еще лежал рыхлый и почерневший снег, а на пригреве уже чернела земля и топорщилась прошлогодняя сухая и желтая трава. Избитая и почерневшая дорога шла к скитам от громадного селения, залегшего на низком озерном берегу верст на пять. Селение называлось тоже увеком, как и озеро. Зимой скиты ездили прямо по озеру, а сейчас уже выступили желтые наледи, и дорога шла горой. Именно по этой дороге и шел странник. Мужик, лет пятидесяти, с обветрелым и загорелым лицом. За плечами у него болталась небольшая котомка, прикрепленная к берестяному обочию, какие делают в Сибири. В руках была тяжелая черемуховая палка, точно изгрызенная с одного конца. Она говорила о далеком пути. Странник остановился на угорье и невольно полюбовался развертывавшейся перед ним широкой картиной. Да, хорошее место увек. Недаром слова о нем прошла на большие тысячи верст, а увекские скиты привлекали к себе тысячи богомольцев. И озеро хорошо, верст на пятнадцать, а кругом лесистые горы. В дальнем конце озера зелеными шапками выделялись острова. Угодное место, проговорил странник и перекрестился. Долго он шел сюда, а теперь оставалось сделать всего несколько шагов. Вот уж приветливо смотрят бревенчатые скидские избы и старая деревянная молельня, целый ряд хозяйственных пристроек. Все это место обнесено было высоким деревянным заплотом, забором, а большие шатровые ворота всегда были на запоре. Около ворот одним маленьким волоковым оконцем глядела небольшая избушка, в которой жила сестра-вратарь. К ней направился странник. Он постучал в оконце и помолитвался. «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас!» Ответу пришлось подождать. Странник посмотрел на деревянную полочку, приделанную к окну с левой стороны, и улыбнулся. На полочке лежал кусок хлеба для заблудящего странного человека, исконный сибирский обычай. Только на второе молитвование в окошечко отдали аминь, и показалась старушеча голова, замотанная платком. Аминь, добрый человек, кого тебе, миленький? А, Якова Трофимовича, мать честная. Якова Трофимовича? Нет у нас такого, миленький. Как нету? Должен быть. А вот и нет. Голова быстро скрылась, а окно сердито захлопнулось. Страннику пришлось молитваться в третий раз и ждать дольше. Крепко живут старицы. Что ты привязался-то? Ворчала старушеча голова, приотворяя оконца в половину. Сказано нет. Иди своей дорогой, миленький. А ежели у меня грамотка к матери Анфусе? Строгие старушечи глаза посмотрели на странника довольно подозрительно, точно взвешивали его. Погоди уже. Ответила старуха и скрылась. Опять странник остался у ворот. Солнце уже село и потянуло резким весенним холодком. С века доносился хриплый лайцепных собак. Селения раскольничьи жили в нем по старине. Крепко. Угодное место. Еще раз проговорил странник, подсаживаясь на приворотную скамейку. Боголюбивые народы недаром строились. Вон как сельба-то разлеглась. Верст на шесть по берегу будет. Кто там, хрещеный? Послышался голос в окне. Теперь выглянуло уже другое лицо, помоложе, в черной монашеской шапочке. Дельце есть небольшое. Да ты сам-то кто будешь? Я-то. Ну, я, видно, дальний. А завернул в обитель с грамоткой от отца Мисаила. Препко наказал кланяться и грамотку прислал. Давай грамотку-то. Не могу, честная старица. Наказана матери Анфусе в собственные руки, а не иначе этого. Скидские старицы пошептались, и только после этих переговоров тяжело громыхнул монастырский железный затвор. Когда странник вошел в калитку, его еще раз осмотрели и потом уже пустили дальше. Скидский двор занимал большую площадь, обставленную простыми бревенчатыми избами. Самая большая была киварней. Двор был вычищен, а оставшийся снег таял большими кучами в стороне. Скидницы жили уютно и обихаживали свой укромный уголок с охотой, как рабочие пчелки. Сестра-вратарь провела пришельца в ближайшую избу с высоким крыльцом, где и жила сама честная мать Анфуса. Ужо, подожди здесь! Остановила гостя сестра-вратарь, поднимаясь на крыльцо. В окошке показалось молодое девичье лицо и посмотрела на странника удивленными серыми глазами. Это была совсем молодая девушка, лет шестнадцати, и ее лицо казалось еще моложе от черной скидской шапочки, в каких ходят послушницы. Потом это лицо сделало знак страннику идти в избу. Послушница встретила его в полутемных синях и повела в заднюю избу. Она была такая высокая и стройная, так что странник даже полюбовался про себя. Хорошину веки послушницы нечего сказать. Войдя в избу, странник положил и, поклонившись, сидевшей на лавке толстой старухе, проговорил. «Прости, матушка, благослови, матушка». «Бог тебя простит, странничек, бог благословит». «Не по летам певучей», — ответила старуха, оглядывая гостя. «От мяса Ила сказался». «От его видно», — ответил странник, добывая из-за пазухи кожаной каши. «Вот тебе и грамотка, честная мать». Старуха взяла сложенную трубочкой засаленную грамотку, внимательно ее осмотрела и проговорила. «Егор-то, Иваныч, дожидает тебя. Нарочно сегодня пригнал из города. Спиридоном тебя звать?» «Так, так, давненько про тебя пали слухи. Аннушка, проведи-ка ты его к Якову Трофимычу». Послушница низко поклонилась и, опустив по-скидски глаза, вышла из избы. Спиридон, отвесив поклон честной матери, пошел за ней. Они опять вышли во двор. Девушка повела его в дальний угол, где двумя освещенными окнами глядела в новенький бревенчатый флигелек, поставленный в усторонние. «Из тайги пришел?» — спрашивала послушница, легкой тенью двигаясь в темноте. «От те два, голубушка, а ты кто такая здесь будешь?» «А дочь Егора Ивановича, мамонька-то у меня померла, но тять сюда меня и отдал. Под начал матери Анфуси, четвертый год здесь проживаясь». «Так, так, у флигеля пришлось опять помолитоваться, пока в волоковом оконце не показалось бледное женское лицо». «Это ты, Аннушка? Я Агния Ефимовна. Вот привела к вам таежного мужика». «Окно захлопнулось, потом где-то скрипнуло дверь, и в сенях показался колебающийся свет. Агния Ефимовна сама отворила сень и впустила гостя. Он снял шапку и вошел в низенькую горницу, слабо освещенную, нагоревшей сальной свечой. У стола в переднем углу сидели два старика. Один совсем лысый, с закрытыми глазами, другой плотный и коренастый, с целой шапкой седых кудрей и строгими серыми глазами. Спереду он по глазам этим узнал в нем отца Аннушки. Пложив начал, он поклонился и стал у двери. Аннушка передала грамотку отцу и ушла с Агнией Ефимовной в соседнюю горницу, притворив за собой дверь. Егор Иванович надел большие очки в медной оправе и принялся читать грамотку Мисаила. Читал он долго, поглаживая седую бороду и изредка взглядывая поверх очков на стоявшего у дверей странника. Слепой, лысый старик сидел понуро на своем месте и жевал губами. «А что?» — спросил слепой, когда Егор Иванович снял очки и начал укладывать в медный футляр. «А вот спросим Спиридона», — ответил Егор Иванович. «Ну, Спиридон, что ты нам скажешь?» Спиридон тяжело переступил с ноги на ногу, опять вытащил из-за пазухи свой кожаный кошель, добыл из него что-то завернутое в тряпочку, развязал ее зубами и положил на стол. На тряпочке ярко желтело мелкое золото. «Вот оно самое!» — тихо проговорил он, оглядываясь на запертую дверь. «Может, у бухарцев купил?» — недоверчиво спрашивал Егор Иванович, перегребая пальцем золотой порошок. «Нет, сам добыл Егор Иванович. На охоте с ораченым встретился. Он мне и указал место. Могу доказать. Богачество, Егор Иванович! Ежели бы Господь благословил, так большие тысячи можно в тайге добыть!» Слухи о сибирском золоте ходили уже давно среди уральских раскольников, особенно среди тех из них, которые вели крупные торговые дела с Киргизской степью. Егор Иванович вырос в подручных у крупных торговцев Солом и Вачевых и не один год провел в степи. Там, на степных стойбищах, в киргизских аулах и кибитках, он слышал десятки рассказов о сибирском золоте, скрытом в глубинах непроходимой тайги, как заветный клад. Эти рассказы переходили из рода в род, и никому еще до сих пор не удалось добраться до сокровища, несмотря на очень смелые попытки, как, например, история знаменитых братьев Поповых, положивших на это дело миллионы. Егор Иванович успел состариться, а сокровище оставалось нетронутым. И вот теперь, когда его голова уже покрылась первым снегом, оно само пришло к нему, это сокровище. Во всей истории было что-то сказочное, и Спиридон, и Старец Мисаил, и слухи, которые опередили Спиридона. Сам Спиридон не внушал Егору Ивановичу доверия, мало ли по Сибири таких бродяг шатается. Просто купил у бухарцев золото и подманивает. «Ну вот что, мил друг, утро вечера мудренее!» — строго проговорил Егор Иванович, поднимаясь с места. «Сегодня ты ступай в увех, там значуешь, третий из бас краю. Скажи, что Егор Иванович прислал». «Да смотри, ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами». Мужик посмотрел на Егора Ивановича из-под лобья, как настоящий травленный волк, а потом свернул свою тряпочку с золотом и ответил. «Что ж тут держать-то? Я никого не неволю. Дело полюбовное, Егор Иванович». Егор Иванович покраснел, но сдержался и только сухо ответил. «Что ж, другим понесешь золото». «А хошь бы и так, ведь ты меня не купил. Говорю, любовное дело. Брюхо за хлебом не ходит». «Как ты сказал, мил человек?» «А так и сказал. Сначала коня запрягают, а потом в сани садятся. Я того тысячи с три верстов отмерил до тебя. Ты меня пирожком накормил». Егору Ивановича глаза потемнели от бешенства. Очень уж дерзкий мужичонка. Но он переломил себя и только заметил. «Зубы, мил человек, побереги, пригодятся». «У волка в зубе Егоре дал», — смело ответил странник. Когда он вышел, Егор Иванович громко ударил по столу кулаком. «Нет, как он разговаривает-то, чалдан?» — кричал старик, давая волю накопившемуся негодования. «Слышал, Яков Трофимович?» «Как не слышать?» — равнодушно подтвердил слепой. «Значит, вполне надеется оправдать себя, ежели такие слова сказывает. И то сказать, что ему кланяться нам со своим золотом. Да ведь это еще в трубе углем написано его золото-то. Надо его еще найти, и он вперед на дыбы подымается. Одним словом, варнак. «Невелик, видно, зверь, да лапист. А Мисаил-то что пишет?» «А вот, послушай, Яков Трофимович, очень уж уверился старичонок вот в этом самом Спиридоне. Как бы ошибки не вышло». Егор Иваныч опять оседлал свой нос очками, развернул грамотку и только приготовился читать, как в горницу вошли Агния Ефимовна и Аннушка. Старик нахмурился и проговорил, обращаясь к дочери. «Анна, ты иди-ка к себе в келью, не бабь его ума это дело, чтобы наши разговоры слушать». Послушница простилась и вышла, а Агния Ефимовна, как ни в чем не бывало, подсела к мужу, положила к нему руку на плечо и вызывающе посмотрела на сердитого гостя своими карими глазами. Егор Иванович скачил и грузно заходил по комнате. «Ну что ж, месавил-то?» — спросил слепой. «Ах, отстань, терпеть ненавижу, когда непременно всякая баба будет нос совать не в свое дело. Всяк сверчок, знай свой шесток». «Куда же мне идти от слепого мужа?» — спрашивала Агния Ефимовна самым простым тоном. «Он как малый ребенок без меня». «Не тронь ее, Егор Иванович!» — вступился за жену слепой. «Она у меня разумница. Не бойся, не разболтает, чего не следует. Ты, Агнюшка, не бойся». «И то не боюсь, Яков Трофимович. Не какая-нибудь мужная жена. Некуда мне уходить-то?» Агния Ефимовна была еще молода, всего по тридцатому году, и сохраняла еще свою женскую красоту. Лицо у нее было тонкое, белое, нос с легкой горбинкой, брови черные, губы алые. Сидение в скидском затворе около слепого мужа придавало этому лицу особенную женскую прелесть. Вывез жену Яков Трофимовича откуда-то с Волги, когда зрячим ездил по своим делам в Нижний. Егор Иванович как-то инстинктивно не любил вот эту Агнию Ефимовну. Правильнее сказать, не верил ни ее ласковому бабьему голосу, ни этому смиренному взгляду, ни ее любви к мужу. Сейчас в особенности старик ненавидел эту женскую прелесть, мешавшую делать большое мужское дело. «Ну что ж ты, Егор Иванович?» – спрашивал слепой. «Что тебе Мисаил-то пишет?» «Я мне, матери Анфуси!» – поправил его Егор Иванович. «Ял не в письме, Яков Трофимович. Не, не могу я с тобой по-серьезному разговаривать!» А слепой тихо засмеялся, откинув назад голову. Агния Ефимовна поднялась, выпрямилась и заговорила твердым голосом. «Ты не можешь, Егор Иванович, так я тебе скажу». «Ну-ну, скажи!» – подзадоривал старику, саживаясь к столу. «В чем дело, Агния Ефимовна? Учите нас, дураков!» «Приходится, видно, поучать. Зачем Спиридона отвел сейчас? А рактер свой захотел потешить. Только одно забыл, что этот Спиридон из Тагиси сюда три месяца шел. Что, ежели бы его поймали на дороге золотом, так ни дна бы, ни покрышки он не взвидел. Что? Одним словом, нужный человек, а ты ему ни два, ни полтора!» «Верно, Агнушка!» – поддакивал слепой. «И я тоже говорил. Егор Иванович, ты не серчай, у нас все заодно. У одного на уме, а у другого на языке». «Так-так, правильно!» – иронически согласился Егор Иванович. «Еще не скажешь ли, чего, матушка Агния Ефимовна? Откеду ты это все вызнал-то, скажи-то попервее всего». «А сорока на хвосте принесла». «А не сказала тебе сорока, чего будет стоить эта игрушка со Спиридоном?» «Тысяч на тридцать, можно обернуться». «А где их взять?» «А Яков Трофимович даст». «Дело верное, ежели старец Мисаил одобряет. Не таковский человек, чтобы зря говорить». Егор Иванович поднялся, прошелся по комнате, остановился около слепого и проговорил с давленным голосом. «Да что ли, Яков Трофимович, ежели дело на то пойдет? Мисаил-то пишет действительно того. Дать, Агнушка?» – спрашивал слепой. «Ежели старец Мисаил благословляет, так известно дать». «Решил Агния Ефимовна». «Ему-то ближе нашего знать». Егор Иванович стоял и молча смотрел на мудреную бабу. «Ох, велика человеческая слабость, особливо, когда бес прикочнется вот на такой лад с бабьими лесными словами. И сам он тоже думал, только не хотел показывать виду, а баба все и вывела на свежую воду, как пить дала». «А ты бы, Агния Ефимовна, все-таки вышла бы лучше в свою горенку», – проговорил Егор Иванович, удерживая характер. «Бабья так, пером по воде плавает». «Не тронь ты ее», – взмолился слепой. «Она у меня вместо глаза. Поговори, младу, шо она, шо я, разговор один». «Ежели не привык я с бабьем разговаривать, но да дело твое, немощь тебя буял, Яков Трофимович. Оно и взыскать не с кого. Я и так слову пришлось». Беседа заладилась во флигельке за полночь, – говорил один Егор Иванович, обсуждая новое дело со всех сторон. Агния Ефимовна все время не проронила ни одного слова, точно воды в рот набрала. В конце концов, состоялось соглашение, и старики ударили по рукам. «По первоподку поеду в тайгу со Спиридоном сам», – говорил Егор Иванович. «А там что бог даст». Агния Ефимовна вышла провожать стариков в сене и, стоя на пороге, проговорила. «Моя любая половина, Егор Иванович». «Ис чего эта половина-то?» «А из чистых барышей». Старик только тряхнул головой. «Черт, а не баба!» Появление Спиридона в увеки наделало шуму во всем раскольничьем мире. Молву о сибирском мужике, отыскавшем золото, разнесли по богатым раскольничьим милостивцам разные старушонки, богомолки, странники, приживальцы. Вообще весь тот люд, который питался от крох падающих. Откуда могли вызнать все это проходимцы, трудно сказать, тем более, что переговоры Спиридона с Егором Ивановичем происходили келейно. Как-никак, а молва докатилась через несколько дней до города Сосногорска, где жили богатые промышленники и заводчики. По богатым палатам сосногорских толстосумов шли теперь оживленные толки, и все они сводились на Егора Ивановича, который продался слепому густомесу. Каждому хотелось отведать сибирского золота, и каждый мог только завидовать счастью слепого Якова Трофимыча, вот уж именно слепое счастье. С другой стороны, всем было понятно, как совершились события. Старец Месаил, к которому пришел Спиридон, сделал засылку честной матери Анфусе, чтобы оповестила богатых милостивцев. А честная мать Анфуса давно дружила с Егором Ивановичем, единственная дочь которого воспитывалась в скиту Анфусы. Дальше уже пошло само собой. Густомесов проживал в скиту уж близко десяти лет и кормил всю обитель. Но Анфуса и отправила к нему Егора Ивановича. Егору Ивановичу тоже не вредно, если проведет все дело на капиталы слепого хозяина. Сам большой, сам маленький будет во всем. Одним словом, история разыгралась как по писанному, и комар носа не подточит. Нашлись любопытные, которые нарочно ездили в увек, чтобы хоть издали поглядеть на таинственного сибирского мужика. Он проживал в избе у старухи-бобылки и показывался только на озере, куда выезжал на плотике удить рыбу. Целые дни проводил он за этим апостольским ремеслом и ни с кем не хотел водить знакомства. Даже в скид к Анфусе ходил редко и то на службу. Крепкий был мужик одним словом. Выискался был один шустрый подручный от Рябининых, который с удочкой подчалил на лодке к плотику Спиридона, чтобы завести знакомство. Но и из этого ничего не вышло. Хитрый сибирский мужик даже не взглянул на него и сейчас же поплыл к своему берегу. Оборотень какой-то, ругали все сибирского мужика. Чего он сторонит со всех, как чумной бык? Дальше интересовало всех, как обойдется Егор Иваныч со своим хозяином Мелкозеровым, у которого служил с малых лет. Мелкозеров был из сальников, вместе еще с Густамесовым вел дела в степи, а потом попал в случай. Продавались железные заводы у промотавшихся наследников, и Мелкозеров купил их. Все дивились необычайной смелости Мелкозерова. Дело было миллионное, непривычное, а он не побоялся. Много было бы лакиты и хлопот, чтобы просто купить эти заводы, потому что приобретать населенные имения могли только дворяне, а не купцы. Сильно тряхнул тугой мошной Мелкозеров и добился своего. Потом уже развернулся вовсю вширь. Дело было громадное, прибыльное и слило впереди миллионы. Дравный человек Мелкозеров превратился быстро в самодура и на своих заводах являлся страшной грозой. Все трепетало перед ним, тем более, что от него зависели жестокие заводские наказания. Крут был сердцем Мелкозеров, и все боялись его как огня. Не боялся его только один Егор Иванович, состоявший при нем за раз в нескольких должностях. Он и с подъячниками ведался, он и горных чиновников умасливал, он и всякие тайные поручения исполнял. Везде поспевал Егор Иванович, как недремлющее око. И вдруг Егор Иванович отшатится от Мелкозерова прочь. Никто даже представить себе не мог, как это произойдет. Между тем, все шло по-старому, и Егор Иванович не подавал никакого виду. Все тот же Егор Иванович. Точно ничего не случилось. Мелкозеров, конечно, уже знал о сибирском золоте, и тоже не подавал виду, что знает что-нибудь. Крепкие люди сошлись. Однако, выпал роговой день, когда все разрешилось само собой. Это случилось в июле в самую страду. У Мелкозерова было два железных завода, и управляющим состоял его племянник капитан Титыч, такой же нравый и упрямый человек, как и сам старик Мелкозеров. Летнее время на заводах тихое, потому что рабочие распускались на страду. Сам Мелкозеров проживал в Сосногорске и потребовал к себе племянника для каких-то объяснений. Но вместо племянника получалась коротенькая записка. «Рыбу ловлю некогда. Да и говорить нам с тобой, дядя, не о чем сейчас. Капитан Мелкозеров». Вскипел старик и послал строгий наказ ослушнику явиться немедленно. В ответ получилась записка еще короче. «Не хочу, капитан Мелкозеров». Это уже окончательно взорвало старика, и он послал на заводы нарочитых людей, чтобы привезти капитона живого или мертвого. «Я за все в ответе!» — кричал старик. «Орудуй в мою голову!» Прежде он поручил бы это дело Егору Ивановичу, а теперь обошел его. Это был явный признак опалы. Егор Иванович не шевельнул бровью. Ни его воз, ни его песенка. Итак, стоял жаркий июльский день. Егор Иванович по обыкновению сидел в своей конторе, устроенной при громадном мелкозерском доме. Контора выходила окнами на улицу, и Егор Иванович видел, как к воротам подъехала простая деревенская телега, на которой сидели четыре здоровенных мужика. «Капитона привезли!» — пронеслось по конторе. Все служащие так и замерли, ожидая, чем разыграется вся история. Телега въехала во двор и остановилась у крыльца. Доложили о приехавшем гости самому хозяину. Выбежал на крыльцо, оторопел и подручно, и проговорил. «Капитан Титыч, пожалуйте в контору. Лаврентий Тарасыч сейчас туда придут». «Не хочу», — ответил лежавший на телеге капитан. Он и не мог прийти, потому что был связан по рукам и ногам. А старик Мелкозеров уже успел спуститься в контору и смотрел в окно. Он даже зашипел от ярости, услышав такой ответ. «Как же он придет, ежели лежит связанный?» — объяснил спокойно Егор Иванович. «Ну, ступай, приведи его дурака». Егор Иванович отправился, велел развязать капитона, но тот продолжал лежать в телеге и не хотел вставать. «Не хочу», — ответил капитан на все уговоры. «Несите его, щучьего сына, на руках!» — крикнул Мелкозеров в окно. Здоровенные мужики подхватили ослушника на руки и внесли в контору. Трудненько было тащить здоровенного мужика, но ничего, внесли. В конторе капитан не пожелал встать на ноги и растянулся на полу, как пласт. «Ты чего это дуришь?» — накинулся на него Мелкозеров. «Да я тебя во строге сгною, запарю и отвечать не буду!» «Руки короткие», — спокойно ответил капитан. «Некрепостной я тебе дался». Нужно было видеть старика Мелкозерова в этот момент. Он весь побелел, затрясся и со сжатыми кулаками бросился к капитона. Трудно сказать, что произошло бы тут, если бы Егор Иванович не заградил дороги. Гнев старика целиком обрушился на непрошенного заступника. «Ты! Ты! Ты, Иуда!» — задыхавшимся голосом повторял Мелкозеров, позабывая о лежавшем на полу капитоне. «Ты продал меня! Старая-то хлеб-соль забывается! Иуда!» Мелкозеров затопал ногами, зашипел и даже замахнулся кулаком на Егора Ивановича. «Я все знаю!» — уже хрипел он. «Да все! Налакался ты со скитницами и обходишь теперь слепого дурака!» «Никого я не обходил, Лаврентий Тарасыч!» — слегка дрогнувшим голосом ответил Егор Иванович. «Тебе вот я сорок лет прослужил верой, и правда я не имею сорока грошей!» «Больше не могу! Не о себе говорю о дочери Аннушке! Об ней пора позаботиться! Не хочу ее нище оставлять!» Мелкозеров даже отшатнулся от верного слуги, посмотрел на лежавшего на полу капитона и потом проговорил, указывая на него. «Ты сговорился с ним! Может, вместе собрались убить меня, а?» «Зачем убивать? А только, Лаврентий Тарасыч, больше я тебе не слуга! Будет!» «Это была настоящая живая картина! Центр занимал лежавший на полу капитон, могучий мужчина с окладистой темной бородой. Около него стоял Егор Иванович, немного откинув назад свою седую голову, а против них бегал мелкозеров. Высокий, плечистый мужчина с крутым лбом, огневыми темными глазами и бородкой клинышком. Все они были одеты по-домашнему, в раскольничьи полу кафтани, в русские рубахи-косоворотки и в смазанные сапоги. «Сколько я тебе прослужил, Лаврентий Тарасыч, а теперь пора и о себе позаботиться!» Продолжал Егор Иванович. «Всякому своя рубашка к телу ближе!» Капитон в этот момент поднялся и проговорил всего одну фразу. «И я тоже!» Мелкозеров посмотрел на обоих и сказал всего одно слово. «Вон!» Вся контора замерла, ожидая, какую штуку выкинет капитон. Но он только посмотрел на дядю и отвернулся. Егор Иванович и капитон вместе вышли на крыльцо. Они молча прошли двор и остановились у ворот. Капитон снял шляпу, поправил кудрявые волосы, пораскольничьи подстриженные в скобку, и, погрозив кулаком в окно конторы, проворчал. «Погоди, идол, я до тебя доберусь!» Егор Иванович взял его под руку и повел под гору. Мелкозеровский дом стоял на горе. Они молча прошли полулицы, а потом старик заговорил. «Ну, капитон, теперь мы с тобой на одном положении. Осенью по первопутку я выезжаю с партии в тайгу». «Слышал?» «Ежели хочешь, поедем вместе?» «На густомесовские деньги?» «Уж это не твое дело, попытаем счастье». Старик боялся услышать в ответ капитонова «не хочу». Но капитон только тряхнул головой и молча протянул руку. «А где наша не пропадала, Егор Иванович?» «Будет, поработали на прелюбезного дядюшку. Эх, ты бы, кажется, пополам и перекусил его». «Будет, утешись! Сердце-то у вас обоих огневое, капитон. Вот лада-то и не выходит, а со мною живешься». Капитона Егор Иванович знал с детства, когда он еще состоял при строгом дяде в мальчиках и любил его по-хорошему, как любят хорошие люди. В упрямом мальчике было много симпатичных сторон, а Егор Иванович жалел его, как сироту, по-своему, по-стариковски. Он больше всего ценил в нем хорошую кровь. Вот и теперь ни на волос не сдался, хоть на части режь. С огнем другого-то такого кремня поискать. Впоследствии Егор Иванович тысячу раз раскаивался вот за эту сцену. Приготовление к походу в далекую тайгу заняли все лето. Нужно было собрать партию рабочих в пятьдесят человек, заготовить всякую происковую снасть, провиант, одежу для рабочих. Одним словом, все, что могло потребоваться за зиму в безлюдной тайге. Егор Иванович точно помолодел, работал за троих. Он поднимался с зарей, хлопотал вплоть до ночи. Видя отдыха, старик время от времени уезжал из Сосногорска в увек, чтобы повидаться с дочерью. Это была последняя старческая привязанность, которая угнетала и делала рабом. Егор Иванович, ежели можно так выразиться, был просто болен своей дочерью, хотя и старался по внешнему виду не выдавать себя. Он даже казался строгим отцом и делал суровые выговоры. Одна только честная мать Анфуса знала, как безумно любит старик в свою ненаглядную Аннушку. От нее у него не было тайн. Боже, сохрани, чуть что попритчица девушки, старик сейчас же падал духом и рыдал, как ребенок в келье Анфусы. Аннушка была всей его жизнью, светом, дыханием. Можно себе представить, как Егора Ивановича волновала близившаяся разлука на целую зиму. Пока он старался не думать об этом, как мы стараемся не думать о смерти. Недели за две до отъезда после покрова Егор Иванович приехал в скит вместе с капитоном. Последний, хотя и был старовером, но в скиту наувеки не бывал ни разу. От Сосногорска до озера было всего каких-нибудь двадцать верст, но капитону все как-то не выпадала дорога именно в эту сторону. Егор Иванович привез своего помощника с той целью, чтобы он сам переговорил со слепым густомесовым. Все же оно лучше, а то храни бог, помрешь в тайге, и замениться будет неким. И для густомесову надежней. Капитон не чужой человек. Осенняя непролазная грязь была уже скована морозом, и небольшая дорожная повозка Егора Ивановича бойко подкатила к скиту. «Э, смотри, капитон, не скажи чего лишнего!» — предупреждал старик, вылезая из экипажа. «Уговор на берегу. Место-то здесь тихое и не мирское. Напугаешь еще монашин, ведь ты у меня, Христос, с тобой с норовом!» Капитон ничего не ответил, а только улыбнулся в бороду. С киту Егор Иванович давно был своим человеком и привел гостя прямо в густомесовский флигелек. По обыкновению дверь отворила им сама Агния Ефимовна. Она даже отшатнулась, когда увидела перед собой рослого красавца-мужчину в упор, глядевшего на нее своими сердитыми глазами. «Что, испугался Агния Ефимовна?» — пошутил Егор Иванович. «Ничего, хорош зверь, ежели к рукам!» «Пусть молодые боятся, а я уж тара стала!» — ответила Агния Ефимовна, оправившись. «Милости просим, дорогие гости!» Капитона поразили больше всего ярко-красные губы скидской затворницы, совсем уж не подходившие к ее полумонашескому костюму, смиренному взгляду к матовому цвету прежде времени отцветавшего лица. Когда капитан входил в дверь и нагнулся, чтобы не стукнуться головой о притолоку, Агния Ефимовна невольно улыбнулась. Какой он большой, да здоровый, да красивый! Ее точно огнем опалило. Бывают такие мимолетные встречи, которые оставляют в душе неизгладимый след и служат какой-то роковой гранью, разделяющей жизнь на разные полосы. Иногда какая-нибудь ничтожная мелочь западает в память и выступает с яркой силой при каждом удобном случае. Впоследствии, когда Агния Ефимовна думала о капитоне, она не могла представить его себе, иначе как именно входящим, нагнувшись в дверь их скидской горницы. «Вот какой капитан!» — удивился Яков Трофимович, ощупывая гостя без церемоний. «Из всего дерева выкроено, дядя так и отрезал тогда, не хочу!» «Ну, молодец! С Лаврентием-то, Тарасычем, мы прежде хлеб-соль водили, а теперь он и забыл про меня. Все забыли!» «Да, характерный человек, Лаврентий Тарасыч, а ты ему не хочу!» «Ха-ха-ха-ха!» Капитан почувствовал себя в этой маленькой горнице как-то особенно жутко. Ему точно было совестно и за свой рост, и за свое богатырское здоровье. А тут еще этот смех лысого слепца. Больше всего смущало капитона то, что все время он чувствовал на себе пристальные взгляды Агнии Ефимовны, которая точно впилась в него своими зеленоватыми, как у кошки, глазами. Его так и тянуло самому рассмотреть ее хорошенько. Да было совестно Егора Ивановича. В горнице она показалась ему совсем другой, чем в сенях. Точно она помолодела, переступив порог. Он плохо помнил, о чем шел деловой разговор, охваченный какими-то смутными беспокойствами. Да, это была тревога вроде того, когда глухой ночью раздается неожиданный стук в дверь. Егор Иванович заметил произведенное хозяйкой впечатление и несколько раз посмотрел на богатыря строгими глазами. Не замечал, конечно, ничего, только Яков Трофимович, который чувствовал себя как-то особенно весело и пересыпал серьезный разговор с шуточками и прибауточками. «Полюбился ты мне, капитан!» — повторял он. «Жаль Сибирь тебя отпускать!» «Да с бог еще вернемся!» — как-то глухо ответил капитан, глядя в пол. «Не на смерть прощаемся!» Егор Иванович как-то разом оборвал разговор и начал прощаться. Огней Ефимовна проводила их в сене. Она не проронила в течение разговора ни одного слова и простилась молча. Когда капитан шел по Скидскому двору, он чувствовал как-то всей своей спиной, что Огней Ефимовна смотрит на него. Подходя к игуменской келье, он не вытерпел и оглянулся. Она действительно стояла в дверях, прислонившись к косяку головой, точно оглушенная. «Этокая змея подколодная!» — думал Егор Иванович, поднимаясь по игуменской лестнице на крылечко. «Съесть готова глазищами! Вон, как замутила капитона-то!» Честная мать Анфуса что-то разнемоглась и приняла гостей лежа на лавочке. Около нее сидела Аннушка. Когда капитан вошел в игуменью келью, он почти никого и не видел. «Да и какое было ему дело до кого-нибудь!» «Что вы больно долго собираетесь-то?» Тихим голосом спрашивала мать Анфуса. «Долгие-то сборы не всегда к добру!» «Да уж такое дело, мать Анфуса, что скоро его не провернешь!» Объяснял Егор Иванович. «Не о шутке шутить едем! Вот снежок выпадет, тогда мы его катим по первопутку! Так и партия снаряжена! Всего-то, может, недельки с две и жить-то здесь осталось!» Последняя фраза произвела на девушку неожиданное действие. Она припала к отцу своей головкой и горько заплакала. «Ты это о чем, глупая?» Упавшим голосом спрашивал Егор Иванович, гладя русую головку. «К весне вернемся! Ну, о чем?» «Так, тятя». Этот прилив дочерней нежности сразу вышиб Егора Ивановича из делового настроения, и он умоляющими глазами посмотрел на мать Анфусу. «Анушка, ступай к себе! Нечего тебе здесь сделать!» Девушка горячо обняла отца и с глухими рыданиями выбежала из комнаты. Егор Иванович поднялся, сделал несколько шагов и, пошатываясь, остановился у акона. По его лицу градом катились слезы. Капитон все время сидел, опустив голову, и разглядел Аннушку только тогда, когда та пробежала мимо него. Перед ним мелькнуло это заплаканное девичье лицо, как чудный молодой сон. Теперь капитон смотрел с удивлением на всхлипывавшего Егора Ивановича, ничего не мог понять. «Будет тебе обложить, Егор Иванович!» — ворчала мать Анфуса. «По Богу, не маленький! И девку разжалобил, и сам в него не распустил!» В комнате наступила неловкая пауза. Слышно было только как вздыхал Егор Иванович, сдерживая душившие его рыдания. «Ведь, одна она у меня!» — шептал он, не поворачиваясь от окна. «Как синь порох в глазу я! Еще кто знает, приведет Бог свинца, ли б нет! Все под Богом ходим! О, капитон, едем домой!» Всю дорогу капитон молчал и только изредка встряхивал головой и точно хотел выгнать какую-то неотвязную мысль. Уже подъезжая к городу, он проговорил. «Эть, я не знал, что у тебя есть дочь, Егор Иванович!» «Эть, для чего я ей жить-то стал? Для нее я их тайгу еду. Аж Бог пошлет ей счастье!» После некоторой паузы капитон заметил. «А зачем квасишь девку в скиту?» Егор Иванович посмотрел на капитона и, к удивлению, заметил на его лице то упрямое выражение, когда он говорил «не хочу». Мудреный был человек капитон. Первый снежок послужил сигналом к отъезду. Егор Иванович в последний раз приехал в скит на увеки. Прощание с Аннушкой было самое трогательное. Старик уже не стыдился собственных слез. «Смотри, Анна, где же я помру в тайге? Вот тебе вторая мать!» Повторил Егор Иванович, несколько раз указывая на честную мать Анфусу. «Слушай ее, как меня, она худо не научит!» «Датенька, я тогда пострижение приму», — отвечала Аннушка, заливаясь слезами. «Нечего мне в мире делать!» Потом девушка была выслана, и старики занялись серьезным разговором. «Рассчитал тебя, Лаврентий Тарасыч?» Спрашивала старуха. «Рассчитал, как не рассчитать. Прислал сто рублей». «Это за сорок-то лет службы? Ведь ты без жалования у него служил». «И за это спасибо, но да бог с ним. Вон капитону прислал целых три тысячи, чтобы, значит, чувствовал. Такой уж особенный человек». «Уж через число особенный-то». Честная мать была как-то особенно задумчивой. После деловых разговоров сообщила томившую ее заботу. «Пали из Москвы слухи, Егор Иванович, что позорит наш обительник и не Анны. Строгости везде пошли. Головушка с плеч. Вот какая забота прикачнулась». «Некто! Как бог, честная мать!» Когда Егор Иванович зашел проститься к Густамесову, Агния Ефимовна встретила его с опухшими от слез глазами. «О чем это ты разгоревался так, матушка?» Удивился Егор Иванович, здороваясь. «А уж мое дело! Тебя просить не буду, чтоб пожалел. Вступай к слепому черту!» Отрезала Агния Ефимовна. Сам Густамесов тоже держал себя как-то странно и все говорил о капитоне. «Вот он мне поглянулся, Егор Иванович, твой-то капитон. Помру, пусть Агнюшка замуж за него идет. Деньги-то ведь все ей я оставлю. Пусть повеселятся, да меня вспоминает. Хе-хе-хе-хе. А у молодых-то мысли в голове, как лягушки сивчат. «Не ладно ты говоришь, Яков Трофимович, только напрасно Агню Ефимовну обижаешь». «Я обижаю, да ведь она меня любит, моя голубушка, любя все терпят. Ах, она меня любит, Агнюшка, а я капитона люблю». Егор Иванович с тяжелым чувством оставил густамесовский флигелек. «Нехорошие слова», — говорил Яков Трофимович, — «и совсем не к лицу». Провожая его, Агня Ефимовна шепнула. «Скажи поклонник капитону Титочу, скажи, что буду Богу за него молиться». «Ах, Агня Ефимовна, Агня Ефимовна, себя-то пожалей, а об капитоне позабудь. Ветер в поле, ты, капитан, для тебя». Агня Ефимовна только улыбнулась сквозь слезы. Тоже выискался советчик. Себя пожалей. Долго простояла Агня Ефимовна в дверях синие, похолодела вся, а уходить не хотела. Вот и Егор Иванович скрылся давно, и снежок падает, мягкий такой да белый. Она все стояла, стояла и стыла от щемившей ее тоски. «Господи, хоть бы умереть, ведь другие умирают же, а она должна жить». Закроет глаза Агни Ефимовна и видит капитона. Руками к нему тянется, какие-то ласковые слова говорит. И сердце обмирает, и голова кружится, и страшно делается. А там из горницы доносится старческое ворчание. «Огнюшка, где ты? Огнюшка!» Агни Ефимовна знала вперед, что теперь начнутся умаляющие ноты, потом слезливые, потом угрожающие. «Огнюшка, голубушка, маточка! Ах, Агнишка!» Она вернулась в горницу, вся холодная, продрогшая. Старик схватил ее за руку и сейчас же ощупал лицо. «Ты плакала, а обнем плакала! О, змея подкладная!» Он захрипел от бессильного гнева. Она вся дрожала, чувствуя, как эта мертвая рука опять тянется к ее лицу. «Обить, тебе мало задушить, срезать на мелкие части, растерзать!» Она молчала и только закусила губы, когда старик начал ломать ее тонкую руку. Потом этот порыв ярости сменился нежности, что было еще хуже. «Огнюшка, миленькая, голубка, ведь ты любишь меня. Потерпи еще малое время, скоро я помру. Пожалей старика, но любишь. Агнишка, маточка, слезка моя, умру, вся тебя оставлю, поминай старика!» Она молчала. Старик оттолкнул ее и дико захохотал. «Хе-хе-хе! Прочь! Прочь от меня, дьявола! Хе-хе-хе-хе! Ты о нем думаешь, о капитоне! Вся ты одна ложь и скверна! И думай, а капитан на другой женится, другую будет ласкать, миловать! Хе-хе-хе-хе! Завидую тебе, маточка, ой, как завидно! Ничего не поделаешь! Здоровый он, капитан-то, молодой! Кровь с молоком, глаза как у ясного сокола, и все-все другой достанется! Другая-то и будет заглядывать в соколиные глаза, другая будет разглаживать русы кудри, другая порадуется за тебя, огнюшка! А ты вот со мной горе горевать будешь! Хе-хе-хе-хе-хе! Ответом были глухие рыдания. А огнюшка, где ты? Огнюшка, подойди ко мне! Огнюшка, не убивайся! Скоро я помру, маточка! Слепой поднялся и, протянув руки вперед, пошел на глухие всхлипывания. И вот опять тянутся к ней эти холодные руки, опять они ощупают ее лицо, она сидит и не может шевельнуться. Яков Трофимыч присел на лавку рядом с ней и обнял, и припал своей лысой головой к ее груди. Эти ласки были тяжелее вечной брани, покоров и ворчания. Она вырвалась, и сейчас ее сквернили эти руки. Нет, не надо, убей меня лучше! Глухо шептала она. Ничего я не знаю, ничего мне не нужно. Тошно, тошно, тошно. Огнюшка, маточка! Не подходи ко мне, я ненавижу тебя. Я сама тебя убью, отравлю, изведу. Огнюточка, миленькая! И эта пытка продолжалась целых десять лет. Бесконечных десять лет. Густомесов выбился в люди из приказчиков одного богатого сальника. Молва гласила, что награбил хозяина, когда тот умирал в степи. Это было началом. А затем Густомесов развернулся уже самостоятельно. Он повел широкое дело со степью, скупая сало, кожей, целые гурты курдючных баранов. Неправедные денежки вернулись старице, и Густомесов уже немолодым задумал жениться. Для этой цели он нарочно отправился в Поволжские скиты, и там высмотрел себе сиротку-девушку. Тоненькую, бледненькую, но писаную красавицу. Ей едва минуло шестнадцать, а ему было уже за тридцать. Вывезя молодую жену на Урал и поселившись с ней в Сосногорске, Густомесов от сального дела оставил один салатопный завод, а поездки в степь бросил. У него уже был свой кругленький капитал, и он пустил его в оборот другим путем. В описываемое нами время в Сосногорске не было ни банков, ни ссудных касс, и Густомесов начал давать деньги под проценты. Нуждающихся всегда довольно, особенно в торговом мире. И эта операция дала Густомесову гораздо больше, чем даже темное дело со степью, когда он покупал сало и баранов на фальшивые ассигнации. В каких-нибудь пять лет капитал утроился. Но именно в этот момент он ослеп и должен был по возможности ликвидировать все дела и жить на проценты. Последнее было нетрудно сделать, но несчастье заставило изменить весь образ жизни, и Густомесов переехал с молодой женой в скиты Нововеки. Всегда подозрительный, здесь он превратился в деспота. Проведя всю молодость в Паволжских скитах, Агния Ефимовна опять очутилась за монастырской стеной, но на этот раз со слепым мужем. Она отлично понимала, что это скитское сидение было устроено специально только для нее, чтобы предохранить от какого-нибудь вольного или невольного бабьего греха. И она томилась в скитской неволе год за годом, не видя впереди ничего, кроме того же черничества. До известной степени ее спасала только полученная в раскольничьих материц строгая выдержка и привычка покоряться. Но и у этой заживо погребенной за скитской стеной женщины по временам являлась смутная и тяжелая тоска по неиспытанной воле, какой-то большой призрак неосуществимой надежды. Ведь вот тут сейчас за скитской калиткой уже начиналась жизнь, живые люди любили, ненавидели, радовались и плакали. Для них была и весна, и лето, и зеленая мурава, и все то, чем вольная жизнь красна. С отъездом Егора Ивановича и капитона Титыча в Сибирь в скитуну веки потянулись особенно скучные дни. Вообще, скитская жизнь не отличалась весельем, а тут уж совсем было тошно. Огни Ефимовна ходила, как в воду опущенная. Она теперь придумала новую манеру держать себя с мужем. Сядет куда-нибудь в уголок и молчит хоть докуда. Огни! Взывал слепой, протягивая руки. Огнюшка! Ангелочек! Единственным ответом служила гробовая тишина. Слепой начинал волноваться и напрасно старался сдерживать себя. Он вставал и начинал обшаривать свою келью, как тень. Огни Ефимовна не шевелилась и только следила за своим мучителем полными ненависти глазами. Она не шевелилась и тогда, когда эти холодные дрожащие руки находили ее, схватывали за плечи и тянули к себе. — Огнюшка, косаточка, отзовись! — вымолвил весловечушка. — Молчание! Яков Трофимович вдруг закипал бешенством, накидывался на жену, как зверь. Она чувствовала, как эти холодные руки впивались в ее шею и начинали ее душить. Раза два она вырывалась из этих рук, вся растерзанная, и прибегала к матери Анфусе в самом ужасном виде. Волосы распущены, платье разорвано, на шее следы душивших пальцев. — Милушка, полно вам грешит! — уговаривала честная игуменья, качая седой головой. — Таточное ли это дело, чтоб в обители такое мирское смятение? Не пойду я к своему чителю и все тут. В обители ведь мы живем, а он не подобного требует. Как-то цельную ночь в сенках простояла, а он цельную ночь искал меня. Видеть его не могу, матушка, вот как тошно, пору руки на себя наложить. — Ах, милушка, какие ты слова говоришь! — журил игуменья. — Бог терпеть велел, а ты вот что говоришь-то. Было бы для кого терпеть, матушка, извел он меня, всю душеньку вынул. Густамесов был для обители находкой, как милостивец и кормитель. Кроме того, он обещал после смерти оставить скиту половину своего состояния. Поэтому честная мать Анфуса употребляла все усилия, чтобы уговорить огню и вообще помирить мужа с женой. Было старухе своих скидских дел по горло, а тут еще приходилось идти к Якову Трофимовичу и уговаривать его. — Вот что милостивец! — говорила игуменью Густамесову. — Отставь ты огню, не тревожь. Раздор-то ваш всю обитель смущает. Неподобного требуешь. Забыл, что в обители живешь. — Задушу я ее змею! — кричал слепой муж. — Своими руками задушу и отвечать никому не буду. — Перестань грешить, Яков Трофимович! — Я знаю, о ком она думает. Молчит, а сама все о нем думает, о Капитошке. Я-то ведь знаю, все знаю, знаю. И звела она меня своим молчанием. — А ты стерпи. Успокоится баба. Ну и пойдет все по-старому. Тебя и то бог убил, а ты мирские мысли все думаешь. Будет погрешил, когда на миру жил. И мне не подобает слушать твои пакостные речи. Не для этого обитель ставилась. Эти строгие внушения сразу смиряли бушевавшего слепца. Он садился к столу, закрывал лицо руками и начинал плакать. — Грехи надо замаливать, а не о жене думать, — наставительно говорил Игумене. — Эх, знаю, честная мать, без тебя, знаю, вот только силы не хватает на смирение. Чувствуешь, что она тут, агнену и того. Красивая она, молодая, я грешный человек. — О, слушать тебя муторно. Уже вот на поклоны поставлю, тогда узнаешь, какие такие слова говорить. Какой на мне чин-то, греховодник? — Да ведь жена на мне, значит, вся моя и греха тут нет. — Тогда выезжай из обители. Все тут разговоры с тобой. — Честная мать знала, что Яков Трофимыч не выйдет из скита. Где он найдет такой крепкий досмотр за женой? И пускала это средство как самое решительное. Затем ей опять приходилось уговаривать Агнию и везти ее к мужу. — Ты у меня смотри, — грозила смиренному слепцу старуха. — Чуть что, так я и лестовкой тебя поначалю. Найдем управу. Агни, а ты слушайся мужа. Что Бог дал, тем и владай. Агния молчала, зная, что все пойдет по-старому. Сначала муж будет приставать с жалобными словами, а потом рассверепеет. Она предпочитала последнее. Пусть лучше убьет разом. Какие ужасные ночи она проводила в своем заточении и все думала о нем, о капитоне Титоче. — Приворожил он меня, присушил. С тоской думала Агния и приходила в ужас от собственного бессилия. Ничего не могла она с собой сделать. И опять начинала думать о сердитых и ласковых глазах капитона Титоча. Только и было отдыху Агнии Ефимовне, когда слепой муж укладывался после обеда спать. Хоть один час спокойно проспит. К этому времени обыкновенно приходила Аннушка. Она тоже едва урывалась от своей скидской работы. Присядут молодые женщины куда-нибудь на крылечко и разговаривают свои разговоры. Стояло уже лето, дни были жаркие, так и парить жаром. — Купаться просился у матери. — Жаловался Аннушка. — Озер-то и тут есть, только под гору сбежать не пустила. Говорит, угодники-то по пятидесяти годов не обнажали себя. А ты выдумала озорниться, плоть свою тешить. Им все нельзя старухам. Сдыхала Агния. — Уже век изживают. Я-то привязана к мужу, как цепной пес. А ты-то с чего изводишься в скиту? Кабы я была на твоем месте. А тятенька? Агния только улыбалась. Что такое тятенька? Он тоже старик, а молодым, когда был, так по-молодому думал. Девица вольный человек, пока не запоручила свою голову. Они вместе гуляли по скидскому двору, когда надоедало торчать на крылечке. Любимым местом Агнии была стенка. — Аннушка, пойдем на стенку, а игумени увидят. Да и як в Трофимыч тебя хватится. Пусть хватается постылый. Час домой. Стенка была у самых ворот. Скидские сестры, прежде чем отворить крышку, выглядывали сверху из-за тына, причем подставлялась деревянная лесенка. Из-за тына можно было увидеть и озеро, и век, и громадное селение. Сестра-воротарь обыкновенно не пускала на стенку и сердилась, но Агния умела ее уластить. Аннушка только дивилась, откуда у Агнии такие слова берутся. — Ох, снимите вы с меня голову! — ворчала старуха-воротарь. — Ужо, того гляди, проснется честная мать. Мы только чуточку поглядим, — говорила Агния. — Ведь мы не скидские сестры, а мирские. Нечего с нас взять. Агния и Аннушка вместе взбирались на лесенку и любовались миром. Боже, как там хорошо! И столько там вольного народа живет. И всем-то весело, всем хорошо. Бледное лицо Агнии покрывалось тонким румянцем, и Аннушка каждый раз любовалась ею. Писаная красавица эта Агнюшка. — Вот взяться, скачить в стыну. Только и видели, — говорила Агния, заглядывая через стын. — И ушла бы, как бы не своя воля. Ты думаешь, меня Яков Трофимович связал? У Агнии глаза начинали блестеть, грудь подымалась высоко, вся она была огонь и движение. Странно, что Аннушка каждый раз чувствовала себя как-то неприятно и точно начинала ее бояться. Что было на уме у Агнии? Чему она смеется? Агния в эти минуты действительно ненавидела Аннушку, глухо и нехорошо ненавидела. Ей даже хотелось столкнуть ее стыно. Раз Агния, глядя на увек, проговорила задумчиво. Знаешь, Аннушка, я тебе расскажу твою судьбу. Не надо, Агния, я не люблю. Это грешно, судьбу угадывать. Ты вот сидишь в скиту, как птица в клетке, осуженный и ряженый ходит ветром в поле. Далеко залетел ясный сокол, а думки-то все в скиту. Сколько ни побродит он по горам да по болотам, а сюда вернется. И сейчас красные девицы. Я сон такой видела. Богатство они найдут, много золота. Уехали бедные, приедут богатые. Не чует души в своей дочери Егор Иванович. А ничего не поделаешь, придется расстаться. Нет, ты слушай сон-то. Вернется ясный сокол, разобьет колетку и везет птичку на вольную волюшку. Миловать ее будет, целовать, обнимать. Говоря последние слова, огня все больше и больше наклонялась к Аннушке, к самому лицу, так что-то чувствовал ее горячее дыхание. А какие были глаза у огни в эту минуту, так и смотрят прямо в душу. Аннушка вся дрожала, не смея шевельнуться. И она его тоже ждет. Уже шепотом говорила огне. Лез на такого сокола приголубить. Другие-то бабы завидовать будут. И у них свои слова найдутся. И часто ничего не понимает. А тогда вся заговорит. А дальше... Агния откинулась, точно проснулась от тяжелого сна. Лицо ей было бледное, глаза потемнели, на губах судорожная улыбка. Аннушка замерла от страха. Агния будет? Испугалась смиренница. Хочешь, я вот со стены прыгну? Не бойся, никуда не прыгну. В свою келью Агния возвращалась точно пьяная и даже шаталась на ходу. Аннушке сделалась жаль ее. Зачем ты себя так расстраиваешь, Агния? Агния посмотрела на нее безумными глазами и захохотала. Уходи от меня. Ты ничего не должна знать, что будет дальше. Уходи. Целый год об Егоре Ивановиче не было ни слуху, ни духу. Точно все в воду канули. Раз только была засылка к матери Анфусе от честного старца Мисаила через прохожего странного человека, пробиравшегося по раскольничьим делам в мать-россею. Наказал, болен тебе кланяться, мать Анфуса. Повторял странник в десятый раз. Ну, еще-то что? А еще наказывал, что вы не беспокоились и что все идет правильно. Да ты говори толком. Где Егор-то Иванович? Он у нас ни в живых, ни в мертвых. Вся партия в тайгу ушла еще с зимы, ну а летом оттуда ход нет ни конному, ни пешему. Неблизкое место. Сотен на шесть верст от ближнего жилья. Тунгусишки сказывали, что бы то видели партию и соследили ее по зарубкам в лесу. Так и было неизвестно ничего, пока наувек в скит не приехал сам Лаврентий Тарасыч Мелкозеров. Гордый был человек и редко посещал обитель. А тут приехал и прямо к игумени. Каково, честная мать, поживаешь? Живем, Лаврентий Тарасыч, пока Бог грехам терпит. Стара была мать Анфуса. Все-таки догадалась, что неспроста наехал толстосун. Поговорит, поговорит и замолчит. Точно ждет чего-то. Так и не могли разговориться по-настоящему. Уходя, Мелкозеров спохватился. Мать, честная, у тебя живет, Яков Татрофимыч? Ох, у меня, милостивец. Давно я собираюсь его проведать, да все некогда. Прежде-то дружками были. Но как он у тебя? Да все так же. Ты б зашел к нему, Лаврентий Тарас, чего Богов человек навестить подобает. Некогда мне, честная мать, дела у меня. Помереть некогда. Вот до тебя еле удосужился. А ты послушай старуху, не погордись. Ходи. Мелкозеров поломался для прилику, а потом согласился. Хитер был Лаврентий Тарасыч, а перехитрить честную мать не сумел. Поняла она, зачем он приехал. Сошли какие-нибудь слухи из тайги, не иначе. Кто-то Яков Трофимович вдруг понадобился. Провожать старика Эгуменья послала Аннушку и шепнула, чтобы та осталась на всякий случай в огне и послушала, о чем будут толковать старики. Со слепцом Мелкозеров повел ту же политику и долго ходил кругом да около, а уж потом проговорил. — Плакали твои денежки, Яков Трофимович. — Какие денежки? — А, которые отправил в тайгу закапывать. Егор-то Иваныч на старости лет немного из ума выстрелил. Ха-ха. А капитошка всегда прям дураком был. Не положил, видно, нищи. — Жаль мне тебя. Ну и завернул. Дело-то такое, что обошли они тебя кругом. — И это откуда вызнал про тайгу? А верный человек навернулся и все порассказал, как и шо. Деньги закопали и сами не знают, как живыми выворотиться. Такое дело выходит, Яков Трофимович. И весьма я пожалел твою слепоту. Тридцать тысяч ты выдал им. — Ох, тридцать, родимый мой. Ох, зарезали, Лаврентий Тарасович. Что ж я теперь делать буду? Головушку с плеч сняли. — Попытался на легкое богатство. Вот и казнись. Жалею, че говорю. — Да ведь я-то не дал бы, ка бы ни жена. Она меня обошла. — А не живи вперед бабьим умом. Меня бы спросил. Уж так мне тебя жаль, Яков Трофимович. Потому где тебе слепому взять такие деньги? Дальше старики заговорили шепотом. Огния слышала первую половину разговора и стрелой понеслась к матери Анфусе. Сама она не посмела вмешаться в дело. Немаленький был человек Лаврентий Тарасович. Перечить ему было страшно. Да и характером крут. — Ох, матушка, что-то неладно они разговаривают. Жаловалась Огния Игумени. Кругом пальца обернет Лаврентий Тарасович моего слепыша. Неспроста приехал. Пошла б ты к ним, помешала. И то пойду, Огниюшка. Я уж сама догадалась, что неспроста дело приехал Лаврентий Тарасович и мелким бесом передо мной рассыпался. Пока честная мать одевалась да собиралась, мелкозеровый и след простыл. Когда мать Анфуса прошла в густомесовский флигерек, Яков Трофимович сидел и на ощупь считал какие-то деньги. Заслышав шаги, он спрятал целую пачку за спину. — Денег Бог послал? — спросила мать Анфуса. — Доброго человека послал Бог, а не деньги. Обманули вы меня все, и твой старец Мисаила, Егор Иванович и милая женушка. Вот один Лаврентий Тарасович пожалел. Говорит, давай грех пополам. Вот он какой. Я-то, говорит, наживу, потому зрячий. А тебе где взять слепому? — За что же он тебе столько денег дал? — А-а-а, пожалел. Ему плевать пятнадцатый тысяч. На, говорит, поправляйся, А будешь, что будет, барыши пополам. Какие там барыши, Когда цельный год ни слуху, ни духу? — Надул он тебя, Лаврентий Тарасович. Стань он тебе деньги даром давать. — Молчать? — Закричал Яков Трофимович. — Не твоего бабьего ума дело. Все вы меня обманываете. — Да ты никак рехнулся. — Обиделась мать Анфуса. — Какие слова ты говоришь? — А вот какие. Будет вам меня за нос водить. Это вся милая женушка устроила для милого дружка капитана Титыча. Ему-то на голодные-то зубы Как раз мои деньги пригодились. Лаврентий Татарасович прямо говорит. — За капитошки на озорство тебе плачу, Потому как не наесть, А племянникам меня бог наказал. С Егором Ивановичем сам считайся, За капитошку я все помирю. — Обошел он тебя кругом, И разговаривать я с тобой не хочу. — Окончательно рассердилась мать Анфуса И ушла, хлопнув дверью. — Не обоглянулась, а? — Смеялся слепец, Вытаскивая деньги из-за спины. — Сладок вам капитошка пришелся. — А с тобой, змея, у меня свой разговор будет. Подойди-ка ты сюда и жар-птица. — Не подойду. Лучше в озеро брошусь. А ты дурак. — Я тебя и знать больше не хочу. — Молчать. Заревел слепой, трясясь от бешенства. — Опять тебя мало. На мои деньги хотели разлакомиться. До неба я горела. А Егор-то Иваныч на старости лет Каким себя дураком оказал. — Ева вы обошли. Целый день во флегельке стоял садом. А потом огния вырвалась И убежала к матери Анфусе. Но ее туда не пустили. Там сидели Рябинины и Огибинины, Приехавшие тоже проведать Густамесова. Они столкнулись случайно И смотрели друг на друга волками. Так что насмешили мать Анфусу. — Экой жалость на вас сегодня напала. — Говорила Анфуса. — Тави утром пригонял Лаврентия Тарасовича наперед. Вас пожалел Яков Трофимовича. Опоздали вы, видно, маленько. Да и меня напрасно морочите. Говорите уж прямо, с чем приехали. Долго отнекивались сосногорские толстосумы. А потом повинились на чистоту, Чтобы вывести Лаврентия Тарасовича на свежую воду. Да, Егор Иванович нашел в тайге несметное золото. И скоро будет сюда, как только реки встанут. Сказывают, что такого богатства еще не видно и не слыхано. Весть о найденном богатстве разнеслась перекатной волной. И в Сосногорске только и говорили, что о таежном золоте. По-прежнему не верил этим слухам один Яков Трофимович. И каждый день пересчитывал полученные с мелкозерва деньги, Ругая жену, на чем свет стоит. Егор Иванович приехал только под Рождество вместе с капитоном Титычем. Он приехал прямо на увек под вечер, Когда в обитель посторонних уже не пускали. Вышла сама мать Анфуса, чтобы впустить желанных гостей, И не узнала их. Загорели, заветрили, похудели. «Зайдите-ка ко мне малым делом!» Пригласила их мать Анфуса. Степенный был человек Егор Иванович, И не сразу распоясался, да и рад был видеть дочь. Даже прослезил старик, обнимая свою ненаглядную ваннушку. «Но-о-о! Устроил я тебе хорошая приданная доченька!» Шепнул он. «Не для себя старался и всяческую муку принимал. За ваши скидские молитвы Господь с частки послал». Мать Анфуса выставила закуску для дорогих гостей, Даже сама навела им по рюмке своедельной настойки от сорока недугов. «Не томите, отцы, говорите!» Молвила она. Капитан Титыч молчал, изредка взглядывая на Аннушку. Егор Иванович разгладил свою бородку и приговаривал. «Эру, наперво скажу я тебе, мать честная, Что привез я из тайги своей любезной дочери подарочек!» «Не век и в девках вековать!» «Люб тебя, Аннушка, капитан Титыч!» «Но да это не твоего ума дело!» «Девушкам и не след знать, какого жениха отец выберет!» «А второе дело, честная мать Анфуса!» «За твои молитвы, сиротские, напали мы под самые успенья в день На богатимые золото!» «О каком еще и не слыхали!» «Потом все расскажу, а сейчас пойду Якова Трофимовича обрадую!» Появление Егора Ивановича с известием об открытом богатстве Было для Якова Трофимовича ударом грома Он даже весь затрясся Едва мог рассказать про то, как его пожалел Лаврентий Тарасыч «А ты ему верни деньги, вся недолга!» Советовал Егор Иванович «Не могу, родной, клятву он с меня взял, ведь без бумаги дел делалось на слово!» Впрочем, слепец скоро утешился, когда узнал о женихе Аннушке Он сразу повеселел и, потирая руки, говорил «А ты, Агнюшка, радость-то тебе великая, ведь ты души не чаешь у Аннушки!» Открытие сибирского золота в течение всей зимы волновало Сосногорск Молва увеличивала с каждым днем нажитые Егором Ивановичем сокровища Хотя все и знали хорошо, что и он, и капитан только в пою Львиная часть предприятия досталась слепому Густамесову и Лаврентию Тарасычу Мелкозерову Толпа всегда жаждет чего-нибудь необыкновенного, таинственного и сверхъестественного А что же тут особенного, если к Густамесовским и Мелкозеровским деньгам прибавятся новые деньги? Другое дело, Егор Иванович, уважаемый всеми старик, который сразу попал в миллионеры Это с одной стороны, а с другой потихоньку от всех составлялись новые партии Чтобы по протаренной дорожке двинуться в тайгу Во главе одной такой партии стояли огебенины, во главе другой — рябинины «Тайга велика, всем мест хватит!» Спокойно говорил Егор Иванович, когда ему рассказывали о замыслах будущих соперников «Только ведь все на счастливого! Если бы не капитан у меня, так и я приехал бы с пустыми руками!» Удачлив он! Все помыслы Егора Ивановича теперь были сосредоточены на свадьбе дочери, с которой он ужасно торопился Да и как было не торопиться? Скоро нужно было опять уезжать надолго в тайгу Еще неизвестно, вернется домой живой или нет Егора Ивановича начинала давить собственная старость И он боялся, что любимая дочь Аннушка останется непристроенной Капитона он знал с детства и знал все его недостатки Но все-таки это был хороший и добрый человек Эш, на характер у него, у капитона вспыльчивый и гордый Но только не нужно его раздражать, и добрая умная жена будет с ним счастлива Много бессонных ночей провел в тайге Егор Ивановича, Думывая будущее своей ненаглядной дочери Аннушки И ничего лучше не мог придумать Сама Аннушка как-то плохо понимала, что делается кругом нее Все случилось так быстро и так неожиданно Когда девушка оставалась одна, ей делалось страшно без всякой причины Она боялась, сама не зная чего Просто страшно, и все тут Ведь один раз выйти замуж и назад ничего не воротишь Капитон ей нравился В то же время она боялась его Впрочем, он так редко бывал в скиту Так что и познакомиться поближе с ним было некогда Свадьба выходила по старинке, по родительскому наказу Егор Иванович замечал, что Аннушка как будто не весела И сам начинал хмуриться Раз он даже обратился к Агни Ефимовне с просьбой Вы ее разговариваете, Аннушку Конечно, девичье дело всего боится Отцу и сказать ей не подходит Вы уж ей объясните Пустяки, все пройдет Успокаивала старика Агни Ефимовна Улыбаясь, глядя в глаза Токола не жених Агни Ефимовна вообще приняла самое деятельное участие в готовившейся свадьбе И под ее руководством справлялось все богатое приданное Егор Иванович развернулся и ничего не пожалел для милой дочки О таком приданном в Сосногорске еще и не слыхивали Часть приданного готовилась в скиту, а другая в городе Всего по старинному счету выходило сундуков тридцать И Аннушка приходила в ужас, что все это она должна износить Ведь нужно было прожить лет сто для этого Потом ей было просто совестно Все другие девушки завидовали ей А между тем она совсем не желала богатства Кому это нужно? Чтобы люди говорили и завидовали богатой невесте Аннушке казалось, что она делает что-то нехорошее И со временем должна будет дорого заплатить вот за эту чужую зависть Вообще ей было не весело И она относилась совершенно хладнокровно к хлопотам Агнии Ефимовны Потом Аннушка все больше и больше начинала бояться Агнии Ефимовны Особенно, когда она так пристально смотрела на нее своими темными глазами Смотрела и улыбалась И чем ласковее была Агния Ефимовна, тем страшнее делалась Аннушке Девушка краснела, опускала глаза и не знала, куда деваться Счастливая ты, Аннушка! Певуче говорила Агния Ефимовна Все-то тебе завидуют! Вон какого сокола получаешь, мужья! Чужие-то бабу глаза на него проглядят! Яков Трофимович совсем не узнавал жены, которая сделалась вдруг ласковой и точно сразу отмякла Со своей стороны он теперь не травил ее капитоном и даже старался совсем не поминать про него Раз Агния Ефимовна сама приласкалась к нему, обняла и сказала Покайся, Яков Трофимович! Покайся, Агниюшка! Очень мне нравился капитон-то, и чем больше ты меня ругал, тем больше он мне нравился Кажется, кожа сняла бы и себя отдала ему Ну-ну, говори, змея! А как он засватал Аннушку! Как засватал, так и опостылил! Как пред Богом! Ненавижу я его, Яков Трофимович! Видеть не могу! Завидно? Я не завидно, а просто ненавижу! Так обнесло меня тогда, а теперь обдумалось! Я так полагаю, обошел он меня! Неспроста было дело! Вот, неспроста, Агнишка! Верное твое слово, неспроста! А ты бы с мужем посоветовался, рассказал все, как сейчас, ведь не чужой муж-то! И рассказал бы все, как на духу, кабы несовестно за свою слабость, а теперь его терпеть ненавижу! Не врешь? А что мне врать? Сама на себя клепать напрасно не буду! Как не крепился Яков Трофимович, а поверил жене, во всем поверил! Велика сила в этой женской слабости! Заговорила, уластила Агния Ефимовна слепого мужа и сама поверила, что ненавидит капитона! Да и действительно ненавидела, как умеют ненавидеть одни женщины! Что он ей, мужней жене? Не к шубе рукав, как говорят старухи! Пусть порадуется с молодой женой, она сама по себе! Ухая злоба так и разбирала Агнию Ефимовну! И чем тяжелее ей делалось, тем бласковее она улыбалась! Ей не нравилось даже, что она такая несчастная, что должна коротать век со слепым мужем! Нравилось ей готовить преданное Аннушке! Чужое счастье делало ее еще несчастней! А пусть радуются, пусть любят друг друга, пусть веселятся! Она назло всем будет любить свое слепое горе! Свадьбу задержала только преданная! Егор Иванович сильно торопил, ему сейчас после свадьбы нужно было уезжать в тайгу! В этой свадьбе как-то все приняли участие! Густамесов подарил невесте целый сундук всякого добра, раступился и Лаврентий Тарасыч! Он отписал племяннику один из своих домов! Одним словом, все помирились, и дело катилось вперед, как по маслу! Свадьбу сыграть решено было в громадном мелкозерском доме! Пусть все видят, как Лаврентий Тарасыч любит племянника! Свадьба капитона была сыграна на славу! Такой еще не видали в Сосногорске! Гостей набралось сотен до двух! Лаврентий Тарасыч разошелся и, похаживая по горницам, приговаривал «Эй, ешь! Веселись в мою голову! Ничего не жаль для дрожайшего племянничка!» В числе почетных гостей первое место отведено было слепому Густамесову. Долго его уговаривали выехать из скита и кое-как уломали. Да и не поехал бы он, если бы не Агния Ефимовна, которая тоже уперлась и ни за что не хотела ехать на свадьбу. Именно это заставило Густамесова согласиться. Пусть милая женушка казнится, как мил сердечный друг с другой пойдет под венец. Слепого всплыло желание показнить жену. Агния Ефимовна даже заплакала, когда пришлось ехать из скита. Но в гостях она сразу очувствовалась, приняла гордый вид и все невольно ею любовались. Красива была Агния Ефимовна в старинном парчевом сарафане и в расшитой жемчугами старинной сороке. Сидит с мужем рядом, с невестой и так спокойно на всех поглядывает. Дрогнула Агния Ефимовна только в момент, когда отправляла невесту к венцу. «Будь счастлива, Аннушка!» Шепнула она целую невесту. Аннушка посмотрела на нее и удивилась. У Агнии Ефимовны глаза были полны слез. И сделалась жаль несчастной женщины. Венчали в старой раскольничьей малериной, куда Агния Ефимовна ездила провожать невесту. С молодыми она вернулась спокойно и веселая, точно сняла с души какую-то тяжесть. А дальше Агния Ефимовна и совсем развернулась. Речистая бла-ба-бам, схватчивая на словах. И сам Лаврентий Тарасыч похлопал ее по плечу. «Хорошо, бабочка, нечего сказать, в зубах слова не завязь, нет». Разошлась Агния Ефимовна на чужом перу. Расшутилась и даже в пляс пошла. Все любовались красавицей и только дивились, откуда у нее веселье берется. Капитан смотрел на Агнию Ефимовну и хмурил брови. Точно припоминал какой-то дурной сон. «Поцелуй жену!» Приставала Агния Ефимовна к нему. «Анна Егоровна, ну-ка, как ты любишь молодого мужа?» Эти приставания сильно смущали молодую, и она не знала, куда девать глаза. «Посмотрите, как любит мужей!» Не унималась Агния Ефимовна и при всех целовала своего слепца. «Вот как и еще вот так!» Все видели, как веселилась Агния Ефимовна, и никто не знал, что делается у нее на душе. Свадьба продолжалась целых две недели. Расходившийся Лаврентий Тарасыч вечером запирал ворота на замок и никого не выпускал. С утра начиналась та же музыка. Все, что было богатого в Сосногорске и в ближайших городах, беспросыпно кутило в мелкозерских палатах целых две недели. Позабыв счет дням, позабыв всякие дела и домашние работы, пьяные гости били посуду, ломали мебель, рвали на себе платье и вообще безобразничали. Трудно сказать, до чего дошло бы это дикое веселье, если бы в одно прекрасное утро не нашли одного гостя мертвым. Бедняга сгорел от вина. Все разом кончилось и всех гостей вымело ветром. И даже сам Лаврентий Тарасыч сбежал на заводы, оставив мертвое тело в своих палатах на произвол судьбы. То есть Егору Ивановичу, которому уже от себя пришлось считаться со справником, заседателем, полицмейстером и разной чиновной мелочью. Сейчас, после свадьбы, наскоро похоронив сгоревшего от вина усердного гостя, Егор Иванович уехал в тайгу. Молодые остались в городе до осени и переехали в собственный дом, где продолжалось то же веселье. На радостях капитан закутил, и гости не выходили из дому. Свадебное веселье затянулось на все лето. Густамесов вернулся в скит на увек, и свой флегелек теперь показался Агне Ефимовне живой могилой. Она ничем не выдавала себя, и по наружному виду казалась даже веселой. — Так, Агнышка, так! — похвалил жену Яков Трофимыч. — Чего нам с тобой печалиться? Слава богу, все есть, а там еще Егор Иванович в тайге добудет. — А, много ли нам с тобой двоим надо? Умру, все на тебя запишу. Мысль о смерти всегда вызывала неприятные разговоры. Агне Ефимовна знала это вперед и мучилась каждый раз вдвойне. — Абру, я отпишу тебе, Агнюшка, все свое добро. А ты... — Пошел, Молодь! Прежде смерти никто не помирает, и меня переживешь еще десять раз. — Не-е-е, я чувствую, что я скоро помру, Агнюшка. Ну, пожил, ну, все отведал, туда и дорога. А вот тебя мне, миленькая, жаль. Останешься ты одна, да еще при собственном капитале. Кружат тебя бабы-шептуньи, но и взыграют мои кровные денежки. Посыпается, какой ни на есть татуя, ваша женская часть слаба. — Будьте на мои денежки радоваться, да надо мной покойничком посмеиваться. Все знаю, голубушка. Денежки проживете, он статует и бросит тебя, и будешь ты опять голенькая, какой я тебя замуж брал. Не вперед, не назад. — Я с киту останусь, Яков Трофимович. — Врешь? Не верю, все врешь. Последнее время у Якова Трофимовича явилась мысль о чине ангельском. На эту тему он не раз заводил сторонний разговор. Хорошо бы это было обоим постричься за раз, и жили бы вместе на увеке. Он в своей келье, а она с другими старицами. — Ежели оставишь мне капитал, так я живой гуменьей буду. — Говорил Агния Ефимовна, поддакивая мужу. — С киту деньги-то понужнее, чем на миру. — Отлично, Агнюшка, все на тебя отпишу. Было бы за шоу мои грехи отмаливать. Ох, много грехов, слаб человек, а враг силен. Раздумавшись об ангельском чине, Агния Ефимовна и сама пришла к заключению, что это единственный выход из ее положения. А там можно и снять с себя монашескую рясу, только бы от постылого мужа избавиться, чтобы не видеть его и не слышать. Конечно, она могла уйти от мужа, как венчанная по раскольничьему обряду, но эта мысль не приходила к ней в голову. И куда она пойдет? Делать она ничего не умеет, работать отвыкла, а жить по чужим людям не желала, припоминая свое сиротство. А главное, выходила на богатство, столько лет терпела, и вдруг все бросить. Все эти планы расстроились совершенно неожиданно, и еще более неожиданно Агния Ефимовна очутилась на полной своей воле, как выпущенная из клетки птица. Дело в том, что в описываемое нами время, начало сороковых годов, над нескверным и тихим иноческим житьем начались неожиданные беды. Вышел строгий указ о прекращении скитов. Слухи об этом ходили и раньше, но увек благодаря сильным милостивицам и доброхотам устаивал не в пример другим обителям. А тут даже не успели опомниться, как налетела беда. Вскоре после успеньего дня, но увек приехал исправник и опечатал скит. А сестрам велел убираться на все четыре стороны. Огласилась тихая обитель с тянаниями и воплем. Бывали беды и раньше, да сходили с рук. А тут исправник и слышать ничего не хотел, как его не умоляли повременить хоть недельку. «Не могу против указать», — отвечал исправник. «Не моя воля». Мало этого, потребовал у старец паспорта и пригрозил высылкой на места жительства этапным порядком, если не уберутся по добру-поздорову сами. Одним словом вышел казус. Прежде густомесов вызволял, или Лаврентий Тарасович, потому как имели они большую силу у разных властодержцев. А тут и они ничего не могли поделать. Очень уж скоро прискочила лихая напасть. Всех хуже приходилось густомесову. Он совсем упал духом и решительно не знал, что ему делать и куда деваться. Агния Ефимовна тоже растерялась в первую минуту и даже не обрадовалась желанному освобождению. Ее точно пугала собственная воля. «Умереть надо, вот что!» — повторял в отчаянии слепой старик. «Но куда я теперь денусь? Зря чьи-то найдут себе место, я ума не приложу. А тут и подумать даже некогда. Уходи и конец тому делу!» Горькими слезами всплакался несчастный слепец, предчувствуя самое горешнее еще впереди. Положим, у него в Сосногорске был свой дом и всякое угодие, а все-таки не в пример тихому скитскому житию. В один день весь скит опустел, точно умер. С горькими слезами и жалобными причитами оставляли сестры насиженное место. Никто не знал, куда голову преклонить. Не плакала и не жаловалась одна честная мать Анфуса. Она не верила, что скит закрыт навсегда. «Не может этого быть!» Спокойно говорила она. А вышло другое. Скит наувеки закрывался навсегда, как и другие скиты, разбросанные по Уралу там и сям. Густамесовы переехали на время в свой дом в Сосногорске. Яков Трофимович и слышать не хотел, чтобы оставаться здесь навсегда. И Агния Ефимовна отмалчивалась. Дом был большой, и одну половину занимали квартиранты. Теперь пришлось квартирантам отказать и занять весь дом. Яков Трофимович не желал, чтобы вместе жил кто-нибудь посторонний. «Еще убьют как-нибудь», — жаловался слепой старик. «Известно, какой нынче народ. Знают, что есть у меня кое-какие деньжонки. Но и убьют, как пить дадут». Хлопоты по устройству в своем доме заняли все время Агнии Ефимовны, так что ей некогда было даже думать о том, что будет дальше. Каждый день был переполнен своими собственными заботами. Она была совершенно счастлива своей новой обстановкой. Яков Трофимович тоже устраивался по-новому. Двор был превращен в настоящую крепость, и все ворота запирались тяжелыми замками, ключи от которых хранились у хозяина. Главная опасность сгрозила от ворот на улицу, и здесь были приняты все необходимые предосторожности. Никто не мог войти во двор без ведома хозяина, и он шнурком отворял сам калитку, разузнав предварительно, кто пришел, к какому делу. Затем он знал в каждый момент, где его жена, что она делает и что делают другие. В своем собственном доме Яков Трофимович являлся каким-то злым духом. И все-таки Агния Ефимовна была счастлива. Особенно, когда вспоминала свое скидское сидение. Здесь ее время уходило, по крайней мере, на хозяйство под дому, на сношение с живыми людьми, как та же прислуга. «Хорошо, Агнишка!» — радовался слепец. «Клопочи, матушка, прежде всего свой глаз надо, а то все добро растащит по крохам. Вот какой народ нынче пошел!» Из посторонних бывала только одна Аннушка, или по-теперешнему Анна Егоровна. Яков Трофимович очень любил ее и был рад, когда она завертывала. Молодая женщина заметно похудела и не имела вида счастливого человека, что Агния Ефимовна чувствовала каждый раз. «Когда ж кончите пиры пировать?» — спрашивал слепец. «Уж буди, ты бы останавливала своего капитона, но тоже на!» «Как я его восстановлю, Яков Трофимович, если он меня не слушает?» «Значит, не любит, если не слушает, а ты его забери в руки, как меня забрала Агнюшка!» «Хе-хе-хе-хе!» «Не умею, Яков Трофимович!» Аннушка приезжала на своем собственном рысаке, всегда разодета по-богатому, что ее смущало. «Что, любит тебя муж?» — спрашивала Агния Ефимовна. «Какая я глупая! Конечно, любит, нечего и спрашивать. А мой-то слепышка окреновал меня к капитону Титычу. Задушить хотел со злости и теперь не пущает к вам. А уж так охотно мне хоть одним глазком посмотреть, как вы там живете! Ведь есть же счастливые люди на свете! Чайки по-своему счастлив, Агния! Не прикидывайся, смиренится! Все знаю!» Агния Ефимовна действительно все знала, что делается у Аннушки, и рассказывала мужу. Яков Трофимович хохотал до слез, когда жена так смешно все представляла. Он убедился, что она действительно возненавидела капитона и готова устроить ему всякую пакость. «Ах, если б можно было его разорить!» Со вздохом повторяла Агния Ефимовна. «Будет!» Порадовался. «Надо и чей знать! Ничего бы, кажется, не пожалела!» И Аннушке не жаль. «Чего ее жалеть-то? Все равно капитон ее не любит!» Но это их не дело, про между мужем и женой один бог-судья. А дела капитона шли все лучше и лучше. Из тайги шли хорошие вести. Золото лилось рекой. Егор Иванович повел дело сильной рукой, и промысла давали страшный дивиденд. Первый же год на долю Густомесова и Мелкозерова досталось тысяч по шестидесяти. Так, за здорово живешь, сыпались деньги. На долю капитона доставалось меньше, но он проживал втрое больше, чем получал от Егора Ивановича. Скоро пошли слухи, что и другие, уехавшие в тайгу по следам Егора Ивановича, тоже получили свою долю, открывая новое золото. Сосногорск вообще переживал самое тревожное время, как охваченный лихорадкой человек. Наступал какой-то золотой век, причем Егор Иванович являлся чуть ли не колдуном, разворожившим похороненное в тайге сокровище. Осенью капитон уехал в Сибирь, а Анна Егоровна осталась. Теперь она начала часто бывать у Густомесовых, с которыми ее связывали общие скидские воспоминания. Она чувствовала, что Яков Трофимович ее любит, как родную дочь, и инстинктивно льнула к этому родному огоньку. Скоро для Агни Ефимовны исчезла и последняя тень затворничества. Новые сибирские дела требовали усиленной работы, а Яков Трофимович никому не доверял и ничего слышать не хотел о помощнике. Между тем нужно было из счета подвезти, съездить в банк и достать какую-нибудь справку. Агни Ефимовна вдруг оказалась великим дельцом. Она быстро освоилась со своей этой деловой механикой и сделалась необходимой сотрудницей мужа. Труднее всего было Якову Трофимовичу выпускать жену хлопотать по делам одну, поэтому он уговаривал Анну Егоровну выезжать вместе. «Я-то верю тебе, Аннушка», — повторял слепец. «Женушка того, гляди, сбрендит. Знаю я ее превосходно». Агни Ефимовна не обижалась этой опекой и везде таскала за собой Анну Егоровну. Сделавшись необходимой, она быстро вкралась в полное доверие к мужу. Теперь уже он советовался с ней, как поступить в разных затруднительных случаях. «И у меня золото, Агнишка», — говорил слепой. «Ежели бы я совсем мог довериться тебе, знаю, все знаю, какая ты есть». Познакомившись со всеми делами мужа, Агния Ефимовна составила довольно сложный план мести капитона. Часто по ночам она уже видела его разоренным, униженным и жалким, впредь торжествовала победу. Да, он будет в ее руках и будет ждать одного ее ласкового взгляда. Иногда, проверяя присылаемые Егором Ивановичем происковые счета, она очень ловко подчеркивала растраты капитона, разнесенные по разным статьям. «Так, так, женушка», — соглашался Яков Трофимович. «Это кто капитон и совсем разорит нас, вон он как распыхался». «И совсем он не нужен нам, только зря деньги травим». «Что поделаешь, Агнюшка, вся статья в Егоре Ивановиче, для него и терпим капитушку, а про между прочим посмотрим». Эти подготовительные беседы делали свое дело. Яков Трофимович мало-помалу озлоблялся. С другой стороны, он был так доволен, что жена сама подводит ненавистного капитона. Оставалось обработать Лаврентия Тарасыча и Агния Ивановна действовала здесь с особенной осторожностью, чтобы характерный старик не догадался, по чьей дудке будет он плясать. Когда при Мелкозерове Яков Трофимович начинал травить капитона, она непременно вставляла какую-нибудь словечко за него. «Мол, ты еще капитон Тит из части пенит-то». Густамесов был в восторге от такой политики. «Старик-то, старик-то, в каких дураках, Агнишка? Ты его славно зну сдаешь, а он-то думает, что все сам, ловко». «Нельзя по-другому-то никого не слушать, Лаврентий Тарасыч, а бабу где-то послушает, еще наоборот сделает». «Вот-вот ты нахваливай его, капитушка-то, ох, и согрешил я с тобой, Агнишка!» Так прошла зима, а когда по последнему пути вернулся из тайги капитон, все уже было готово. Он приехал вместе с Егором Ивановичем и, конечно, ничего не подозревал. «Ужок, нам приедет, так ты с ним поласковей!» Учил жену Густамесов, а я будто не слышу. «Не учи, Яков Трофимыч!» «Ах, эти бабы, вот разбери-ка ее, что у ней на уме! Капитошка-то просто всему поверит. Потеха! Уж ты постарайся, Агнишка, чтоб комар нос не подточил!» Действительно, капитон приехал к Густамесовым вместе с женой и был принят как дорогой гость. Агни Ефимовна встретила его спокойной улыбкой. Дальше все шло, как по писанному. Яков Трофимыч был необыкновенно весел и только ухмылялся, слушая, как жена разговаривает с капитоном. Потом старик не выдержал и принялся отчитывать гостя. Капитон выслушал попреки молча, молча повернулся и молча пошел в переднюю, не простившись с гостеприимным хозяином. Анна Егоровна страшно перепугалась и бросилась уговаривать Якова Трофимыча. «Голубчик, Яков Трофимыч, что же это такое?» «Люблю тебя, Аннушка, а капитушку в порошок и затру!» Агния Ефимовна воспользовалась этим моментом и догнала капитона уже в передней. Здесь она прямо бросилась к нему на шею, обняла и, глядя в глаза, шептала. «Милый, милый, как я тебя люблю! Я ненавижу и люблю!» Капитон от неожиданности ничего не мог выговорить. Он чувствовал ее горячее дыхание, чувствовал, как две тонких руки обвили его шею и не мог шевельнуться. «Огния Ефимовна!» Шептал он, набирая воздуха. «Какая я тебя, Агния Ефимовна? Нет, здесь Агния Ефимовны, а есть только безумная женщина. Ну, взгляни ласково, сокол ясный!» Она и плакала, и смеялась, и припадала к нему головой. «Сколько я ждала, сколько мучилась! Да, разве это понимает? Девчонка она неосмысленная! Ты будешь мой, мой, мой! Утоплюсь, руки на себя наложу, а будешь мой! Милый, миленький, родной!» Этот безумный бред обжег капитона огнем, и он даже пошатнулся на месте, как пьяный. Потом сильной рукой обняла безумевшую женщину. Она только закрыла глаза, и вся распустилась, точно подкошенная. Эта немая сцена была прервана послышавшимися шагами Анны Егоровны. Агния отскочила, посмотрела кругом безумными глазами и захохотала, как русалка. «Ха-ха-ха! Это мой слепыш меня ревнует! Понимаешь, съел он меня! А ты думаешь, заправду он говорил про капитона? Ничего, все уладим!» Капитон только опустил глаза и молча простился с сумасшедшей хозяйкой. Агния Ефимовна бросилась к окну и смотрела, как капитон усаживал жену в экипаж. Она ждала, что она глянется на окно, но он не оглянулся. Она, когда тронулся экипаж, погрозила вслед уезжавшим кулаком и опять захохотала. «Ха-ха-ха! Ловко! Агнишка хвалил слепой и тоже смеялся! Ха-ха-ха! Как я его ошарашил! Тормоном вылетел! На синий потеряй! Что он тебе говорил? «Да ничего! Трясется весь, как осиновый лист, и сказать ничего не может! Даже жаль!» «Больно сердит, а на сердитых воду возит! Жаль только Аннушку!» «Ее-то чего жалеть! У нее сейчас отец богатый!» «Отец-то отцом, а муж-то видно милее! Как она меня тут улещала помириться с капитоном! Даже расплакалась!» «Конечно, слаба ваша женская часть!» «Все это было только началом устроенной Агнии Ефимовны и облавы на капитона». Следующим номером явилась крупная размолвка с дядей Лаврентием Тарасычем, который, не говоря худого слова, прямо выгнал племянника в шею. Положение капитона получилось критическое, и он сразу обозлился на всех и кончил тем, что уже сам разругался с Егором Ивановичем и даже выгнал его из своего дома. Последнее случилось благодаря бестактности Егора Ивановича. Старик, узнав о размолвке зятя с Густамесовым и Лаврентием Тарасычем, начал его уговаривать помириться. «Нехорошо, капитон, ты помоложе, мог бы истерпеть, не чужие люди, может, те же добра желают». «А тебе какое дело до меня?» — грубо ответил капитон. «Ах какой, ведь моя дочь-то, да ты никак очумел. Была твоя, теперь моя». «Капитон, не фарси! Капитон, утиши свой характер!» «Да ты что ко мне пристал-то, старый черт?» Вот уж Егор Иванович обиделся и обругал зятя, а капитон взял его за плечо и вывел в переднюю. Очутившись на улице, Егор Иванович опомнился и только тут понял, какую он глупость сделал. Не надо было трогать капитона, когда он в сердцах, а выждать, когда утихомирится, а потом усовестить. Огневой мужик, одним словом. Дальше старик понял, что теперь все обрушится на ни в чем не повинную Аннушку. И дочь же, али покоряться на старости лет не приходится. Капитон тоже не понесет повинную голову. Одним словом, как ни кинь, одинаково скверно. Старик даже всплакнул про себя. Очень уж горько ему показалось свое старое одиночество. Крепился он целых три дня и, наконец, не вытерпел, отправился к Густамесовым и упросил Агнию Ефимовну съездить за Аннушкой. «Да он меня еще убьет, капитон-то!» Отнекивалась она. «Право, я уж не знаю, Егор Иванович». «Ничего не убьет», — уговаривал жену Густамесов. «Нас он действительно искрошит в крошке и тебя не посмеет тронуть. Агния Ефимовна еще ни разу не бывала в доме у капитона и ехала туда в большом смущении. Тяжело переступать порог, за которым милый хороший живет с другой. Аннушка ужасно обрадовалась гостей, а на все эти дни проплакала. «Я за тобой приехала. Ох, не отпустит он меня, грозится всех убить, зверь зверем ходит. Ну, страшен сон да милостью Бог. Дай-ка я сама с ним переговорю». Капитон встретил гостю довольно сурово, но она не смутилась, а прямо подошла к нему и заговорила. «Ну, Дарь, ну, бей! Ах ты, Агника, воин!» «Зачем пришла-то?» «А как в сказке говорится, прилетела сорока Белобока и говорит. Не кручись, удал, добрый молодец, не печалуйся, а все будет по-нашему». Разговор с капитоном продолжался довольно долго, так что Аннушкин надоело ждать. «Едва уговорила». Объяснила Агния Ефимовна, вернувшись в комнату Аннушки. «До смерти уморилась твоим идолом и меня пообещал убить в другой раз. Ну, едем». Аннушка от души пожалела добрую приятельницу и долго целовала ее за услуги и за заступу, а Агния Ефимовна закрывала глаза и отворачивала от нее лицо. Рассверепевший капитон сразу оборвал всякие отношения с дядей, с тестем и густомесовым, заперся у себя в доме и кутил напропалую. Деньги у него еще оставались. «Это я им открыл золото, а не меня в шею!» Орал он пьяный. «И я им покажу, я всех зарежу, да я золото сколько угодно найдем». Набрались у капитона в доме такие же пьяные благоприятели из чиновников и купцов и пошел дым коромыслом. Анна Егоровна со страху по целым дням запиралась у себя в комнате и могла только плакать. Впрочем, один раз она попробовала говорить мужа, но он так ее оттолкнул от себя, что несчастная женщина полетела на пол. «Остань, постылая!» Это последнее слово было тяжелее побоев. Оно окончательно убило несчастную женщину. «Постылая жена». Ведь это хуже смерти. Она припомнила, как Агния называла своего мужа постылом и понимала, что это значит. Перед ней точно самый свет закрывался. Ведь она привыкла к мужу и начинала его любить так хорошо, как любят скромные женщины. И вдруг ничего нет. А в девятнадцать лет постылая. А что ж дальше-то будет? Анна Егоровна в каком-то ужасе закрывала глаза и старалась совсем не думать об этом будущем. Вон отец уговаривает терпеть и не перечить мужу. А легко это сделать? С другой стороны, Анна Егоровна была на стороне мужа, потому что все напрасно его обижали. И Густамесов, и Лаврентий Тарасыч. Она не могла только понять, за что все так разом поднялись на него. Тосковавший Егор Иванович теперь частенько завертывал к Густамесовым отвести душу. Посылать огню Ефимовну за дочерью он стеснялся, а ждал, когда это сделает сам Яков Трофимович. А вот так устроил аннушки приданное. Сетовал старик, качаясь седой головой и вздыхая. Де у меня глаза были, когда выдавал дочь замуж. Копил, копил, да черт и купил. Ох, тошненько, Яков Трофимович. Сам виноват. Благодари Бога, что жив ушел от милого зятюшки. Да я не о себе. Что я? Мое-то все прожито. А вот как будет милая доченька жить со своим разбойником? А ты пойди до прощения у него попроси, чтоб спустил тебя с лестницы. Ох, не говори, голова с плеч. Она-то безответная. У меня его же разбойника выправляет. Уж бабы завсегда так. Одна им всем цена. На злобствовавшись, Густамесов начинал жалеть и посылал жену за Аннушкой. Агния Ефимовна обыкновенно и слышать об этом не хотела, и соглашалась только после усиленных просьб. Видеть его не могу, уверяла она. Только уж для тебя, Егор Иванович, неприятность тебе сделаю. Егор Иванович упрашивал ее со слезами на глазах, и Агния Ефимовна отправлялась. Анна Егоровна приезжала, как всегда, спокойная и серьезная. Точно ничего особенного не случилось, и никогда не жаловалась отцу на мужа. Но отцовское сердце чуяло, что дело неладное, и болело вдвойне. От дочери Егор Иванович узнал, что капитан составляет какую-то новую компанию и едет в тайгу один. Теперь, старико, постылили и эта проклятая тайга, и это проклятое сибирское золото, из-за которого он загубил любимую дочь. Жила бы она тихо и мирно, вышла бы замуж за какого-нибудь скромного человека. А он, Егор Иванович, на старости лет радовался бы. А тут вон что вышло. И не думаешь, как быть, если идти покориться капитону, еще хуже будет, потому неукротимый у него характер. Агния Ефимовна торжествовала молча, и молча только улыбалась про себя, когда слышала разговоры о новой компании. Какой дурак даст денег капитону. А между тем он действительно отправлялся в тайгу на разведке, а деньги ему дала она, Агния Ефимовна. Когда она предложила ему эти деньги, капитон с удивлением посмотрел на нее. — Откуда у тебя деньги-то, Агния? — А мои собственные, милый, хороший. За что я терпел свою муку мученическую столько лет? Все равно муж помрет и откажет мне все. Твоими-то деньгами всякие может распорядиться. Первое время капитону зазорным казалось пользоваться этими бабьими деньгами, да еще краденными. А потом он как-то разумно все махнул рукой. Он быстро поддался неукротимой энергии Агнии Ефимовны и только говорил. — Убить тебя, мало Агния, никакого в тебя страха нет. Добывать деньги у мужа было делом нелегким, и Агния Ефимовна вела дело с дьявольской хитростью, пользуясь полным доверием мужа. На первый раз она вынула лежавшие на хранении деньги в банке. Яков Трофимыч считал свои капиталы на ощупь, и она вместо сохранной расписки из банка подсовывала ему простую бумагу. На первый раз она повзаимствовала всего тридцать тысяч и надеялась их пополнить потом, когда капитон найдет таежное дело. Муж все равно ничего не узнает, потому что никому кроме нее не доверяет, а денег осталось еще больше двухсот тысяч. Так и пошло. Перед отъездом в тайгу капитон проговорил. «Ну, Агния смелатая, только добром все это не кончится, быть нам с тобой на одной веревочке». «Пустяки, думал, смертям не бывать, а одной не миновать». Агния Ефимовна только улыбалась. «Что такое деньги?» Только был он, ясный сокол, посмотрел ласково, приголубил, обнял. Она была готова на все за одно ласковое слово. Жизнь в ней кипела. Капитон невольно поддавался ее обаянию и тоже готов был на все. «А ты будешь вспоминать обо мне там, в тайге?» Ластилась к нему Агния Ефимовна. «Жену вспомнишь, а меня позабудешь?» Вместо ответа капитон только сжимал ее в своих могучих объятиях и поднимал на воздух, как перышко. «Милый, любишь?» «Я люблю и ненавижу». «Вот как я тебя, не забывай, пришли весточку, а в случае чего за деньгами дел не встанет». Совестно было капитону прощаться с обманутой молодой женой, но он слишком далеко зашел. Возврата не было. Он рассчитывал на одно, что отработает выкраденные у Густамесова деньги и тогда будет чист. Эти деньги-то эти он же им дал, ежели разобраться правильно. Одним словом, начиналась та преступная логика, когда человек оправдывает себя во всем. Важен первый шаг, а там преступление покатится с горы комом снега. Капитон уехал, а Егор Иванович разнемогся и остался дома. Теперь уж могли вести таежные дела и без него. Но, благо, все было устроено, налажено и предусмотрено. Старик был счастлив, что мог запросто видаться с дочерью, которая приезжала его проведывать каждый день. Хорошая была эта Аннушка, покорливая, серьезная, вся вылитая мать. Цены бы ей не было, если бы другой муж попался. Ну да, тут говорить нечего, от своей судьбы никто не уйдет. Игорь Иванович только вздыхал. Много хороших вечеров скоротали отец с дочерью. Теперь Егор Иванович мог с ней говорить, как с вполне взрослым человеком. Каждый раз убеждался только в одном, какую хорошую дочь вырастил. Раз в минуту откровенности он проговорил. Ах ты, Аннушка, Аннушка, загубил я тебя. Польстился на богатство, а теперь через мое-то золото твои слезы льются. Ничего, тятенька, как-нибудь перетерплю. Опомнится капитан Титыч. Опомнится горбатого Дмилушка одна могила исправит. Аннушка залилась слезами, спрятала свое лицо на отцовской груди и прошептала. Люблю я его, тятенька. К сердцу он пришелся. А он как? Любит? Сначала ты очень любил, а теперь я сама виновата, что не умела угодить. Постой, постой. Нет, тут что-то дел не ладно. Здесь в первый раз у старика мелькнуло в голове подозрение на Агнию, но он смолчал и ничего не сказал дочери. Зачем ее тревожить напрасно? Никогда не любил старику вертливой и ловкой Агнии Ефимовны. А теперь, перебирая события последнего времени, не мог не заметить, что дело не чисто. Что-то уж весело Агния Ефимовна, и на глазах у всех ластится к слепому мужу. Раньше-то не так было. Опытный старик достаточно видел на своем веку, и инстинктом почуял потаенную ложь. Да, что-то тут кроется. И капитан неспроста переменился к жене. — Колдунья какая-то! — думал старик. — Ну нет, погоди, матушка, мы еще посмотрим, чье возьмет. Между прочим, Егор Иванович припомнил переговоры о новой компании, которую составил капитан. Тоже дело не чисто, потому что негде им прохвостом было взять денег. Немного поправившись, Егор Иванович отправился к Густамесову. Агния Ефимовны как раз не случилось дома. — В банк уехала, — объяснил слепой. — Так-так, оно ведь у меня по всем статьям. Лучше меня дела все понимают. — Так-так, что ж, дел хорошее, да, хорошее. А ты все-таки того, Егор Трофимович, не очень-то доверяйся. Великий соблазн идет от денег. Вот как-нибудь вечерком посчитали бы вместе твои капиталы. — Ну, нет, спасибо, считай у себя зубы во рту. Слепой обиделся и по пути припомнил, как подсыпался к нему Лаврентий Тарасыч. Вот с такими же жалостливыми речами. Потом взял, да и объегорил в лучшем виде. И этот туда же. — Нет, шавиш, хотя и пораньше родился. Они расстались довольно холодно. Егор Иванович тоже обиделся за недоверие. На лестнице он встретил Агнию Ефимовну. — Здравствуй, хозяюшка, все хлопочешь? — Умаялась, Егор Иванович. Дела-то большие, а бабе он короче воробьиного носа. Агния Ефимовна сразу поняла, с чем приходил Егор Иванович. И только улыбнулась. Немного опоздал старичок. Важен первый шаг, а остальное приходит само собой. Устроивший первый подлог, дальше Агния Ефимовна пошла вперед уже с легким сердцем. В самом деле, не все ли равно отвечать за тридцать тысяч или за триста? И что значит деньги, когда душа огнем горит? Агния Ефимовна окончательно завладела мужем, и он теперь верил только ей одной. Для своих целей ей нужно было заручиться таким же доверием Анны Егоровны, и она добилась этого. Дело в том, что в своих письмах к жене капитан Титыч постоянно напоминал, чтобы она во всем слушалась Агния Ефимовны. Анна Егоровна была рада хотя этим угодить мужу и постоянно защищала Агнюю Ефимовну перед отцом. Чужая душа потемки, тятенька, а по-моему Агния Ефимовна хорошая женщина, трудная и бедная. Зря чем-то мужем горе не расхлебаешь, а тут изволь нянчится за стрепышом, другая давно бы сбежала. Байлов, куда бежать? Нет, ты ее не любишь, тятенька, и поэтому так и говоришь. Ох, не люблю, Аннушка, грешный человек, не верю ей, вон она мужа-то как обошла. Я как раз-то заговорил с ним стороной про нее, так он вот как на дыбы поднялся, съесть готов. Кому же и верить, как не жене? Глядя по тому, какая жена, а про, между прочим, ни нашего ума дело, ни наш волос, ни нашей песенка. Чего-то вот только около тебя, Аннушка, она уж очень не обихаживает, боюсь я. И тут вместе сидели, ну и дружим. Натерпелась она там довольной и не расскажешь всего, и теперь еще как вспомнит, так и зальется слезами горькими Агния Ефимовна. Агния Ефимовна делала свое дело, не покладаючи рук. Она уже получила тайным путем от капитона два письма. Дело у него не ладилось, и он просил все новых и новых денег. Счастье точно отступило от капитона, когда он сошелся с Агнией Ефимовной. Все пошло через пень-колоду. А тут же, рядом, другие все богатели, не по дням, а по часам. И все получали свою часть. Лаврентий Тарас, чьи густомесов загребали деньги лопатой, а из-за их спины урвали свою долю и остальные, как Рябиновы и Огибенины. Каких-нибудь два года уездный глухой городок сделался неузнаваемым, точно его залила золотая волна. Везде строились большие дома, справлялись богаты свадьбы, веселье катилось широкой рекой. Около больших людей наживалась и вся остальная мелкота. Страшное богатство хлынуло на всех, и все говорили только о таежном золоте. Чужое веселье не давало спать только Агнии Ефимовне. Она ненавидела больше всех старика Лаврентия Тарасыча, пометуя его отношения, и повела свою бабью политику. Нашелся у нее и помощник, какой-то выгнанный приказный кульков, писавший прошение по кабакам. Разыскала его Агния Ефимовна, пригрела, одела, обула и начала сама учиться приказным кляузам. Пьяница кульков знал все и в ее умелых руках сделался кладом. — Ах, если бы утопить Лаврентия Тарасыча! Вздыхала Агния Ефимовна, слушая деловые речи дошлого приказного человека. — Ничего б, кажется, не пожалела. Дом тебе куплю кульков, ежели обмозгуешь. — Утопить-то такого сетра трудненько, а напакстить можно в лучшем виде. Первое дело, надо его поссорить с Яковом Трофимовичем. — А как их поссоришь? Уж очень верит Яков Трофимович Лаврентия Тарасыча. Старые дружки, еще в степи фальшивые бумажки вместе ордынцам забывали. Водой их не разольешь. — С Большом-то все умные, а мы их на маленьком подцепим, благодетенница. Москва от копеечной свечки сгорела. И научил приказная строка уму-разуму. Все счета по промыслам были на руках у Агнии Ефимовны. Кульков разыскал в них одну графу, где был показан какой-то лишний расход на шарников. С этого и началось. Агния Ефимовна вперед подтравила мужа, а когда приехал Лаврентий Тарасыч, вся история и разыгралась, как по-писанному. — Да что ты пристал ко мне с шарниками? — спылил мелкозеров. — Не стану я тебя обманывать. — Да это все равно, Лаврентий Тарасыч, а денежки счет любят. — Отвяжись, смола, плевать я хочу на твоих шарников. — Тебе плевать, а мне платить. — А ты за кого меня считаешь, Яков Трофимович? Тут уж спылил густомесов и отрезал. — За благодетеля я тебя считаю, Лаврентий Тарасыч. Или забыл, как тогда пожалел меня, и за здорово живешь, получаешь теперь с промыслов любую половину. — Еще на шарниках нагреть хочешь? И этот покор стерпел бы мелкозеров. Было дело, не помяни густомесов о шарниках. Лаврентий Тарасыч вскипел огнем, ударил кулаком по столу и заявил. — Коли твои такие разговоры со мной, так я тебя и знать не хочу, слепого черта, да еще тебе ж нос утру. Когда на шум прибежала огня Ефимовна и принялась уговаривать вздоривших стариков, взбесившийся мелкозеров оборвал ее. — А ты чего тут свой бабий хвост подвернула? Брысь под лавку! Густомесов скачил, затрясся и крикнул. — Вон, Лаврушка, знаю я тебя заворую, и сам тебе еще почищено с утру. Вон из моего дома! Эта сцена послужила началом громадного процесса, тянувшегося целых двадцать лет и стоившего тяжущимся нескольких миллионов. Стороны не жалели ничего, чтобы утопить друг друга, а около этого дела кормилась целая орда приказных. Кульков знал, как отшить ндравого толстосума и заварил кашу. Агния Ефимовна торжествовала, избавившись так легко от последнего человека, который мог ей быть опасным. Она сама повела процесс и настраивала мужа. Яков Трофимович мог только дивиться, откуда она все знает, ни дать ни взять тот же приказный. Когда капитан вернулся из тайги по последнему пути, все дело было уже сделано. Он приехал невеселый, ночь-ночь, да и нечему было веселиться. Целых восемьдесят тысяч закопал капитан в тайге, а заработал из-за хлеба на воду. Зато Агния Ефимовна еще никогда не была так весела. Все будет по-нашему, милый, хороший, отдохни лето, а осенью я тебя отпущу. Заговорила, ластила Агния Ефимовна друга милого, и капитан махнул на все рукой. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Совестно было ему перед безответной женой, вот как совестно. А тут чужая жена за душу тянет. Пробовал капитан сопротивляться, но из этого ничего не вышло. «Ты только у меня пикни», — грозила Агния Ефимовна. «Сейчас все на свежую воду выведу и вместе с тобой в Сибирь пойду». «Ах, змея, змея!» — удивлялся капитан. Подался даже Егор Иванович, когда заварилось дело Густомесова и Мелкозерова. Агния Ефимовна сама пошла по судам и все вызнула. Старик только дивился, откуда что берется у бабы. Очень уж ловкая бабенка оказалась, такая ловкая, что и не видано было в Сосногорске. Всех обошла, везде у ней была своя рука. «Ой, баба!» — удивился старик. «Эй, книги в руки!» «Заперла она дух нашему Лаврентию Тарасовичу!» «О, как заперла!» Теперь уж Агния Ефимовна шла и ехала, куда хотела. Везде ей был почет и первое место. Широко развернулась умная баба, на все руки была ходок. Только своего сердца не могла утешить. Очень уж любила она капитона, который только не ел из ее рук. «Не тебе б такую бабу любить!» — говорила она, ласкаясь к капитону. «Просто у меня, да еще делить себя приходится с женой!» «Ну ты это оставь, она тут ни при чем!» Агния Ефимовна теперь ревновала капитона к жене и не могла никак совладать с собой. Все-таки она его жена, из песни слов не выкинешь. Она следила за ними и мучилась, когда капитон начинал жалеть жену. Агния Ефимовна возненавидела теперь несчастную женщину и поэтому была с ней особенно ласкова. Капитона делалось страшно, когда он видел их вместе. Он начинал бояться Агнии Ефимовны, как лошадь боится хорошего кучера. А она назло ставила его постоянно в такие положения, что вот-вот все раскроется и он пропадет не за грош. Теперь Агния Ефимовна назначала ему свидание у себя в доме и целовала на глазах у мужа. Ей нужна была опасность, нужно было, чтобы капитон боялся. Нужно, чтобы постылый муж нес кару за свое недавнее тиранство. Мало этого, Агния Ефимовна являлась капитону, как к себе домой, и всем распоряжалась, как настоящая хозяйка. Даже прислуга не смела ничего сделать без ее приказа. Анна Егоровна все это видела, мучилась про себя, плакала, но никому и ничего не говорила. Раз только она сказала Агнии Ефимовне. — Побойся ты бога, Агния, если людей не стыдишься. — Хе-хе-хе, какая ты глупая, Анушка! — засмеялась Агния. — Было б за что ответ держать, да бога бояться. Вон-то говорят, что я любовница твоего мужа. А кто осудилась, того и грехов заищется. Анна Егоровна сама не знала, есть что-нибудь у капитона с Агнией, или это ей кажется. Очень уж смело держала себя Агния. С нечистой-то совестью от добрых людей бегает. Она всем в глаза смотрит. Капитон был какой-то странный, и Анна Егоровна видела только одно, что он тоже побаивается Агнии. Хорошо было уж то, что капитон не обижал жены и с глазу на глаз обходился с ней ласково. — Тошно мне, Аннушка! — говорил он перед отъездом в тайгу. — Только я отдыхаю на промыслах. Капитон был рад, когда лето прошло, и он мог уехать из Сосногорска в тайгу. — Смотри, мил сердечный друг, не забывай меня, — наказывала Агния Ефимовна на прощание. — Ох, не забуду, Агния, надела ты мне веревку на шею. — Твоя жена веревка-то, а чужайную теху молодецкую. Ах, ты удал добрый молдит, что крылья-то опустил. Процесс Густамесова с Мелкозёровым точно послужил примером для других. Огибенины и Рябинины, работавшие вместе, тоже перессорились и тоже начали судиться. Спорные промысла оставались без дела, а нажитые в тайге капиталы пошли на тяжбы. В то же самое время коренные сибиряки не дремали и по готовым следам напали на таёжное дело. И со своей стороны подняли споры против сосногорских золотопромышленников. От Иркутска до Петербурга все суды были завалены этими делами. В тайгу посыпались специальные комиссии для исследования дела на месте и только сильнее запутывали кипевшую войну. Но самым громким процессом оставался всё-таки Густамесовский. Лаврентий Тарасыч рвал и металл, чтобы утереть нос противнику, и расстроил свои личные дела по заводам. Сильный был человек, но все средства были в делах, и приходилось рвать живым мясо-деньги из разных статей. Вообще выходило очень скверно. А раза два мелкозёров посылал Егора Ивановича для переговоров с Густамесовым, но тот возвращался ни с чем. — Приступа к нему нет, — объяснял старик. — Там ради, когда человека сатанеет. — Ничего ты не умеешь делать как следует, — сердился Лаврентий Тарасыч, топая ногой. — Сам поеду и всё устрою. — Как бы хуже не вышло, Лаврентий Тарасыч, потому как там эта самая змея. Всё от неё. — Ты меня учить! Егор Иванович только пожал плечами. Мелкозёров действительно отправился сам к Густамесову, и этим уже сделал шаг к примирению. Ведь сколько лет дружили, хлеб да соль водили, а тут из-за каких-то шарников подняли смуту. Мелкозёров ехал с самыми миролюбивыми намерениями, которые разбились сейчас же, как только он вошёл в Густамесовский дом. Его встретила Агния Ефимовна и довольно дерзко спросила. — Вам кого нужно, Лаврентий Тарасыч? — Как кого? — вскипел старик. — Чей дом? Кому и приехал. — Дом мой. Мелкозёров надел шапку, молча повернулся, плюнул и вышел. Только напрасно себя срамил. Надо было слушать Егора Таиваныча. Агния Ефимовна торжествовала свою самую большую победу, рассказывая мужу, как она встретила гордого толстосума. — Ловко-то его обзытылила! — восторгался Яков Трофимович. — Палюнул, говоришь? — Ха-ха-ха! Не поглянулась! — Отваливай в палевом, приходи в голубом. Это он раньше засылки делал через Егора Иваныча, а теперь сам раскачался. — Тот озлился бедный ловко, все хвалился нос утереть мне, а тут самому утерли. Еще не то будет, дай срок. — Верно, Агнишка, ничего не пожалеешь, чтобы звести его. Эти успехи уже перестали радовать Агнию Ефимовну. Что она не делала, главное все-таки оставалось. Слепой муж держал ее, как железная цепь, а капитан принадлежал другой. Много передумала Агния Ефимовна. И так, и этак раскидываю умом. А выходило одно. Но в лучшем случае муж умрет. Аннушка останется. А Аннушка умрет, муж останется. А когда они оба умрут, пожалуй, не дождешься. Потом Агния Ефимовна заметила печальную вещь. Именно, что за последние два года сильно состарилась. Пока сидела в неволе, все было хорошо. А теперь подкралась старость, как вор. И никуда не уйдешь, и ничего не поделаешь. А тут еще как назло Анна Егоровна похорошела. Здоровая такая стала, белая, молодая. Одним словом, кровь с молоком. Приедет капитан из тайги и променяет чужую жену на свою. Агния Ефимовна решилась на последнее средство. Она вызвала капитона из тайги и заявила ему, что они вместе поедут хлопотать по делу с Лаврентием Тарасовичем в Петербург. — Этого Яков Трофимович хочет, — объяснила она, глядя вопросительно на милого друга. — Вот поговори с ним сам. Капитан ожидал всего, но только не этого. Он ушам своим не верил. Густамесов принял его одного, велел запереть все двери и повел серьезные речи. — Сердился я на тебя, капитан, а теперь надоело. Не стоит. А лучше ты сослужи мне службу, съезди с Агнюши в Петербург. Ловкая она у меня оборотистая. А все-таки куда одна баба повернется? Только одно тебе скажу. Не очень-то она тебя любит. Так уж ты того как-нибудь сократи свой характер, не всякая лыка в строку. Да и не молода она сейчас-то, а так тебе и покориться в самую пору. Агния Ефимовна повела дело так, что муж должен был упрашивать ее ехать с капитоном. Она для приличия поломалась и согласилась только с тем условием, если поедет вместе Аннушка. Это был второй акт комедии. Анна Егоровна отказалась от поездки на отрез с настойчивостью, удивившей даже Агнию Ефимовну. Точно это была совсем другая женщина. — Поезжайте лучше одни. — уговаривала она мужа. — А мне что-то нездоровится, да и отец тоже все что-то преподает. Эта поездка была отчаянным ходом со стороны Агнии Ефимовны. Она своими руками разрушала работу нескольких лет и шла вперед, очертя голову. Единственная мысль овладела ею безраздельно. Пожить с капитоном хоть один месяц, как живут другие. А там пусть будет, что будет. Старость была на носу и терять времени не приходилось. — Теперь ты мой, мой, весь мой. — шептала Агния Ефимовна, когда они выезжали из Сосногорска с капитоном на почтовых. — Час домой. Капитон угрюмо молчал, предчувствуя что-то недоброе. Он вообще заметно охладел и тяготился этой связью, опутавшей его по рукам и по ногам. Когда Агния прижималась к нему головой или плечом, он испытывал неприятное чувство. Точно его начинало что-то давить. — Любишь меня, ведь любишь! — шептала Агния, напрасно стараясь заглянуть ему в глаза. — А я знаю, о чем ты думаешь. Ты о жене скучаешь. Вместо себя при Якове Трофимовиче уезжая, Агния Ефимовна оставила Кулькова. Как это случилось? Проболтался ли Кульков с пьяной, или выдал свою благодетельницу сознательно, или проснулась в нем совесть, но не прошло и двух недель после отъезда? Как вся история устроенных Агнией Ефимовной хищений раскрылась во всей полноте. Говорили, что Кульков куплен был Лаврентием Тарасычем, что его запугал Егор Иваныч, но это все равно. Он после своего предательства прожил только один месяц, и в его скоропостижной смерти обвиняли Агнию Ефимовну, хотя она и была в Петербурге. В одно прекрасное утро Густамесов послал за Егором Иванычем. Когда старик приехал, Густамесов принял его к Елейн и заявил свои сомнения относительно сохранности своих капиталов. Осторожный Егор Иванович пригласил еще третье доверенное лицо, и только тогда приступил к проверке густамесовских капиталов. Оказалось, что наличность представляла скромную цифру в 40 тысяч, а 400 тысяч не доставала. Вместо банковских билетов оказалась простая белая бумага, которую Яков Трофимович берег в железном несгораемом шкафу. Но этого было мало. А у Агнии Ефимовны была от мужа полная доверенность, и по этой доверенности она набрала денег направо и налево, где только могла набрать. Кто же мог не поверить Густамесову? В общем, сумма растраты простиралась до миллиона, а Густамесов оказался чуть не нищим. Удар был настолько велик и неожидан, что Яков Трофимович повторял только одно. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Это капитон грабил меня. Это его дело». Возникло новое громкое дело. Капитон и Агния Ефимовна были возвращены в Сосногорск этапным порядком и заключены в тюрьму. По старым порядкам суд тянулся несколько лет, и обвиняемые все время сидели в тюрьме. Агния Ефимовна от начала до конца выдержала характер и не признала за собой никакой вины. Знать не знаю, ведать не ведаю. Как с ней не бились, но довести до сознания не могли. А старый уголовный суд держался именно на признании самого обвиняемого. Мало этого, она запутала в деле много других, которых обвиняла главным образом во взяточничестве, в умогательствах и сообщничестве. Дело растянулось все больше, так что даже сами судьи были не рады ему. Капитон не сдавался года три, а потом махнул на все рукой и принес повинную. Когда это передали Агния Ефимовне, она со спокойной улыбкой заметила. Кто повинился, с того и взыскивайте. Восемь лет тянулось дело, пока Агния Ефимовна предстала перед судьями. Но и тут вышел казус. Густамесов скоропостижно умер накануне. Некому было обвинять, и громадное дело рухнуло само собой. Присутствовавший на заседании Егор Иваныч думал свою горькую думу. Не открою он таежного дела, ничего бы ни было. Главное, не загубил бы он дочери. Да, хорошее преданное я тебе приготовил, Аннушка. Оправданные судом капитоны Агнии Ефимовна сейчас же уехали в Сибирь, и об них не было ни слуху, ни духу. Первый вал бешеного сибирского золота пролетел, и в Сосногорске наступило тяжелое похмелье. После пира горой. А нам остается только добавить, что эти рассказы, повести в огромной серии Дмитрия Мамина Сибиряка делаются только благодаря поддержке наших слушателей. Спасибо каждому поддержавшему. Спасибо огромное. Мы обязательно будем продолжать. Это было пятнадцатое произведение в серии «Сибирские рассказы». Абсолютно все рассказы, абсолютно бесплатно, вы можете послушать в отдельном плейлисте на ютуб-канале «Актер Костя Суханов». С любовью и уважением к слушателю. Читали Майя Суханова и Костя Суханов. Скоро услышимся. А сейчас пару минут, чтобы обменяться контактами. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, любимые подписчики. К сожалению, закончилась очередная прекрасная книга. Это не повод печалиться. Вместе мы сделаем еще не одну прекрасную аудиокнигу и оставим свой добрый след в истории, ведь я не устану повторять. Книги вечны. Сейчас перечислю все свои контакты, чтобы мы всегда оставались на связи и вы могли найти все мои аудиокниги в интернете. Я говорю «мы», потому что только мы вместе делаем так, чтобы новые аудиокниги появлялись на свет. Каждый ваш комментарий. Я лично отвечаю на каждый, чтобы вы знали. Подписка на канал. Лайки, конечно. Особенно репосты. Это если вы нажимаете поделиться и делитесь аудиокнигами с близкими, друзьями. Это вклад в продвижение творчества. Конечно, понятно и вполне естественно, что любая аудиокнига выходит только благодаря материальной поддержке меценатов. Любого, кто жертвует хотя бы 10 рублей на новые книги, я считаю меценатом. И сердечно благодарю. Эти деньги я расходую на оплату кредитов за оборудование. Оно сейчас, хоть и куплено в долг, но является оборудованием очень хорошего уровня. Сравнимого с оборудованием, на котором работают лучшие федеральные радиостанции и телеканалы. Также деньги всегда нужны на оплату прав авторам, текстов, музыки, звуковых эффектов. Некоторая часть идет на поддержание жизнеспособности моей мамы, лежачего инвалида, и на собственное здоровье. Я лично даю слово, что ни копейки не идет на праздности развлечения. Ни копейки. Все в дело и на производство новинок. Отдельная благодарность меценатам, которые целиком оплачивают выход той или иной книги, а порой и серии книг. Пусть вас пока немного, но огромное спасибо, что вы есть. Поддержать финансово выход аудиокниг можно очень просто. Буквально в течение минуты, сделав перевод на карту Сбербанка, Тинькофф, Юмани или Яндекс.Банк по номеру телефона. Плюс 7 901 715 2788. Плюс 7 901 715 2788. Или по номеру карты. Сбербанк 22 02 2061 93 35 59 92. Тинькофф 22 00 70 01 78 29 81 04. Электронный кошелек Юмани 40 48 41 50 47 04 18 98. Яндекс.Карта. Можно через Сбп выбрать Яндекс.Банк, тогда без комиссии. 22 04 31 01 03 89 29 91. Личная просьба. Очень прошу, не забывайте черкануть хотя бы пару слов к переводу. Это тоже всегда очень приятно. Если вы живете не в России, то можно поддержать через бусти. Это очень просто, работает из любой точки мира. Перейдите по ссылке в описании на канал Костя Суханов в Бусти и поддержите там. Кроме того, там можно скачивать аудиокниги, смотреть их в видео версии или слушать в аудио версии. Даже с выключенным экраном смартфона. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Актер Костя Суханов. Именно там все выходит в первую очередь. Рутуб, Дзен, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники. На портал клуба любителей аудиокниг с сайта АКНИГА.ОРГ или сайт КНИГАВУХИ. Там бывают эксклюзивные материалы. А в Телеграм есть даже беседка, где мы мило болтаем со слушателями 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Все ссылки есть в описании. Если вы хотите заказать озвучание аудиокниги, незабываемое поздравление для близких, рекламу, да и вообще любую профессиональную озвучку, тем самым также поддержав мое творчество, вот номер телефона, он же номер Телеграм, он же номер Ватсап, он же привязан для переводов на банковскую карту. Плюс 7 901 715 2788 Плюс 7 901 715 2788 Я всегда отвечаю на сообщения и комментарии лично. Работаю каждую ночь. Скоро услышимся. Огромное спасибо вам. Успехов и настоящего счастья всем хорошим людям и вашим близким. Обнял. С любовью и уважением к слушателю. Костя Суханов